Привет! Вы присылаете работы на посмотреть, чтобы мы все вместе классно провели время. И это уже 65 выпуск, это как камень, как железная свадьба. Всё у нас с вами железно, железно раз в три недели, классно проводим время. Пойдём с мо... В остальное же время тоже классно проводим время? На 9. Вот сказано. Дайте знать, ребята, а то ляпнул и что-то аж запереживал. Первый до нас дозвонилась Сабина, буду рада разбору макет-сайта для студии рисования. Спасибо за уроки, пожалуйста, это всегда пожалуйста. Я самоучка в вебе, моя вторая работа. Какой вариант лучше? Сейчас посмотрим. Ну, очевидно, вот этот получше. Тут как чистенько, клёво, а тут что-то совсем и над текстом. Если мы добавляем тексту обводку, контур или тень, чтобы спасти ситуацию, чтобы он вдруг лучше стал читаться, мы уже где-то накосячили. Нельзя вот так вот издеваться над текстом. Никаких обводок, никаких теней. Кстати, тут тень только хуже сделала. Сделала хуже, чем изначально было. Но изначально тоже не очень. Если есть какая-то графика за текстом, скорее всего она будет мешать самому тексту. И из-за текста мы толком не разберём, а что же там такое. А зачем ты хомяка сделала? Ой. Сейчас мы проведём следственный эксперимент. Это у нас что? Маска какая-то. Ух ты. А, ты детей вырезала. Ну, это интересно. Так, ты их вырезала, но зачем ты щёки надула? Или я зря? Сейчас мы проверим. Мы это вытаскиваем сюда и меняем кроп. Кроп это когда мы можем растянуть непропорционально. И вот имеется ощущение, что девочку случайно расплющила. Ну, давайте сравним. Какая она была? Каким хомяком стала? Зачем? Обидится. Мама узнает. Ууу, будет скандал. В общем, тут вот точно всё слишком как-то, учитывая щёки, совсем беда. А вот тут вот хорошо. Только вот здесь вот какой-то конфликт получается. Тут много воздуха, много воздуха. Слева тоже. А тут вот соприкасается. Возможно, надо просто сделать в четыре строки. Но название нельзя делить. Поэтому тут добавляем неразрывный пробел. И надо починить контейнер. Вот эту кнопку нажали. Теперь у нас контейнер для верстальщика. Просто по фэншую. И кавычки надо починить. Запускаем плагин типограф. Он нам чинит кавычки. Есть обзор на этот плагин. Снизу я оставлю. Ссылку в описании можете поискать. Плагин огонь. В одну кнопку чинит всё, что надо починить. Так, вот так мне кажется было бы получше. Тогда можно даже ещё поближе подвинуть. А то что-то картинка совсем вылезла. Вот человеку прямо одно место отпилили. Можно вот так поставить. Кстати, круто было бы вот эти кляксы скопировать. Изображение-то у нас векторное. Вставлено как картинка. Я на 100% уверен, что оригинал вот этой картинки был в векторе. И тогда надо перетягивать. У тебя тут есть ещё что-нибудь? Вот, у тебя же вектор стоит. Вектор, он будет хорошо, чётко отображаться. И с вектора можно поработать. Взяли вот эту кляксу и поставили вот сюда на цветок. Это же будет офигенно смотреться, что ещё заляпал цветы даже бедные. Будет интересно. А так, конечно, когда уже растр, уже не поиздеваешься. Так, тут тоже кавычки надо починить. Что-то как-то не по центру. А что с прицелом? Вот же линия идёт. Вот линия идёт. Ещё на голову попало. Это очень-очень плохо. Я уже несколько раз вскидывал. Ребята, зайдите ко мне в Инстаграм. Ссылка есть под каждым постом. Много где есть ссылка на мой Инстаграм. Вот на этот пост. Надо, может, его апнуть как-нибудь. Потому что ошибки эти встречаются очень часто. Лица. Нельзя над лицами издеваться. Лица не должны страдать. Вон сколько места. Возьми и ниже опусти. Или вот тут что-то совсем. Значит, надо как-то по-другому пересобрать. Тут вон тоже что-то какой-то майонез наложили на лицо. Тут вот можно было стрелку вниз поставить. И мы бы всё равно понимали, что эта стрелка указывает вот на кусочек этой формы. Не надо вот прямо в нос. Зачем, ребята? Не издевайтесь над лицами. Вот газа, глаза. Ну прям вообще ужасно. Или вот ребёнок сожрал кнопку. Уже даже не прочитать, что там написано. Не издевайтесь над лицами и подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот такая вот у нас нативочка. Конечно, можно было поставить, например, вот здесь. Вот здесь, смотрите. Всё, все лица видны. И тогда даже не надо будет так затемнять. Так сильно. Может вообще градиент пустить и всё. Чтобы снизу был какой-то вот этот shadow. А сверху не надо было. Или тогда тут вот просто перекропать саму фотографию. Возвращаем всё, как было. Поставили сюда. Зашли в саму фотографию. Посмотрели, насколько мы её можем кропнуть. Непонятно пока. Давай подтащим. Вот так вот поставили. И всё, лица у нас не страдают. Только, конечно же, надо кнопку по центру ставить. Графика, графика. Смотри, тут у тебя прямоугольники с прямоугольниками. А тут крузки с кружками. Они разного размера. Тоже какой-то конфликт. Не очень понятно, почему вот это меньше. Разного размера. В глаза бросается. Я бы уже сделал одного размера. И так как это преимущество, вот эти вот... А фиолетовые есть. А фиолетовых нету. С компонентами пока не разобралось. А надо бы, надо бы, надо бы. Или может вообще убрать вот эти иконки. Поставить здесь просто 4000 цифры. Поставить здесь, например, цифры с описанием. А здесь бы уже были круглые иконки. И тогда бы не было вот такого конфликта. И глаз бы классно цеплялся за эти цифры. Было бы хорошо. И тут тоже какой-то конфликт. Тут вот такие отступы. Тут такие стоят рядом. Если бы между вот этими блоками был какой-то другой блок, оно бы так в глаза не бросалось. Вот есть эффект повтора. Классный эффект повтора. И вот эффект повтора. Эффект повтора стилистики. А вот с отступами беда. Тут у тебя такие отступы. А здесь почему-то в два раза меньше. Что-то и тоже с прицелом какая-то беда. То, что ты группируешь круто, это ты молодец. Контейнеры позволяют внутри этого контейнера классно через хот-кей выравнивать элементы. Вот у тебя есть элемент, который стоит в контейнере. Значит, что делаем? Нажимаем Alt-H и он встал у тебя по центру. Видишь, как круто. Тебе не надо будет самой вот так вот как-то там прицеливаться. Если прицел не настроен, то видишь, какая беда. А так вот просто нажали Alt-H. Все, он подвинулся куда тебе надо. Alt-H. И не будет такой беды. Тоже какая-то беда. Вот же у тебя линия идет одна, а вот вторая. И видно же, что Руб вылетела за эту линию. Значит, чего надо сделать? Выделяем все три элемента и нажимаем тоже Alt-H. И все три элемента друг по другу выровняются по горизонтали. Тут тоже какая-то беда. Беда, беда. Оп, выровняли. И потом останется только пододвинуть по направляющей и по центру. Сетки нету? А, сетки нету. Вот почему беда. Или она не подгрузилась. Пользуйся сетками и направляющей. Тогда все будет ровнее. Вот тут, кстати, отступы классные. Везде есть эффект повтора по отступам. Это хорошо. Это молодец. Но вот эффект повтора, например, слева-справа отступы. Тут маленькие. А тут вон какие царские. Я тут что-то пробелов насыпала из разных карманов. В одном много пробелов лежало, а в другом кармане поменьше. Маленькая жменька. Надо же расстояние тоже одинаковое делать. Одинаковое. И тут как-то странно. И не по верхней строке, и не посередине. Надо прицел настроить. Вот у тебя есть линия меню. Меню все-таки в хедере. Это основной элемент. А все остальное потом мы уже подстраиваем под этот основной элемент. Улетело. И гантелю, значит, тоже надо ниже пустить. Строки не должны запрыгивать под буллеты. Буллеты это левая колонка, а все остальное это с правой стороны колонки. Тут нужно делать не так. Нужно сделать вот так вот. А у тебя вообще все в одном. Тут по-хорошему нужно было бы сделать три текстовых слоя. Вот это вот один. Вот эти вот буллеты это второй. А вот это вот третий. И все это в автолайот засунуть. Или если есть очень много времени, то через автолайот можно было бы вот так вот. Вот это все обернуть в автолайот. И просто наклонировать вот это вот все. И так придется дольше повозиться. Больше времени потратишь. Я такое не люблю. Поэтому я обычно в автолайот все это дело не запихиваю. А делаю вот так. Это мы вот сюда. Да. Вот это все. Так оставим. А это вставим вот сюда. Вот здесь убираем, 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 убираем. Пододвигаем как нам надо, например, как-то по кнопке. Как-то по кнопке. А тут ставим. Дефисы они какие-то слишком ненарядные. Уже лучше поставить что-то подлиннее. Или например тире, или хотя бы alt 0 150. И тогда будет у нас не дефис, а вот такой средний вариант. Вот у нас будет три текстовых слоя. И теперь у нас строки не будут наезжать, запрыгивать вот сюда. Но тут видишь две строки, две строки. И оно сбилось. Значит нам вот здесь нужно добавить shift enter. Не enter. Enter добавит новый абзац. А нам нужна строка. Абзац это вот. Вот между строк есть абзацы. А нам нужно добавить вторую строку. Значит здесь нажимаем shift enter. Shift enter. И теперь у нас все срослось. Только вот сюда. Все. Вот это теперь группируем. TXT. Вот я обычно так делаю. Мне просто, ребята, жалко своего времени настраивать эти автолаяуты. Одно, второе. Туда залез, там выстроил, выстроил. Если даже вдруг у нас случится такое, что вот этот контейнер надо будет сделать шире. Если мы вот это пододвинем, да, представим, что вот так вот мы пододвинули. И у нас две строки преобразовались в одну. И теперь у нас не стыкуется с автолаяутом, который мы до этого минут 7, наверное, настраивали бы. Оно бы все сразу подчинилось. Но мы же можем просто зайти вот сюда и нажать delete. Мы убрали вторую строку. У нас все подпрыгнуло. И снова за один клик, ну за два, может за три, у нас все стало хорошо. Поэтому на автолаяуты я трачу время только там, где это реально оправдано. В данном случае я считаю, что я бы не тратил. Так, по центру, по центру, по центру. Значит и тут надо делать по центру. Тут, конечно, с отступами беда. Тут такие отступы, тут такие, там такие. Надо повторять. Эффект повтора должен быть. Очень длинный заголовок. И по композиции, когда заголовок от края контента до края контента, это плохо. Ответы на вопросы. Вот и все. И ставим по центру. Вот эти уши можно убрать. Вот, стало намного лучше. Заголовок такой, контент пошире. Это хорошо. Либо если копирайтер откусит пол ноги за каждую букву, тогда просто сделать в две строки. По композиции это тоже будет намного лучше. У нас тоже тогда получится не широкий заголовок, а потом пошире контент. Это выглядит намного, намного лучше. Все это еще можно было бы отодвинуть, чтобы воздух появился. Вот это будет намного лучше выглядеть. Тоже длинный, длинный татут с заголовками. Вот, хороший, классный заголовок. Хороший, классный. Хороший, классный. Пробел двойной. Чудо опять со второго кармана насыпало этих пробелов. Так, тут я подвинул давайте назад, и тут дырка у нас получилась. Либо предложить заказчику, давай мы тебе добавим четвертый вопрос, либо сделать как-то, чтобы дырки не было. Ну как-то, ну вообще не очень. Может быть сделать контент с одной стороны, а какую-то иллюстрацию с другой стороны. Или, например, контент с этой стороны столбиком, а здесь, например, заголовок. Да, ответы на часто задаваемые вопросы, тогда по левому краю и заголовок, например, с этой стороны. А чтобы тут не было дырки, еще можно добавить кнопку. Задать вопрос, и пусть эта кнопка даже вызывает вот такую же форму в поп-апе, ничего страшного. Наоборот, это еще один лишний призыв к действию, с нами связаться. Можно было с отступами тоже хорошенько поработать. Если есть большой абзац текста, лучше его разделить на два. Посмотреть, как там получается по тексту, и добавить вот второй абзац. То, что у тебя настроен абзац с каким-то значением, а не просто нулем, это, конечно, тебе плюсик в карму. Это ты молодец. Так, давай посмотрим, как было. Вернем все назад, а то я там что-то надвигал. Так, у тебя форма, она вот прямо туда в футер. Наверное, надо футер отодвинуть, чтобы форма как-то заканчивалась. Или если так уже хочется, есть, наверное, смысл сделать наоборот. На передний план, тогда это будет выглядеть интереснее. А так кажется, что это либо баг, либо верстка съехала. Я бы эту форму выдвинул вот сюда. Тут как-то тоже неровно. Сверху маленький отступ, тут огроменный, тут тоже большой. Что-то с отступами, конечно, беда. Беда-беда. Выравнивание какое-то непонятное. Как-то уже выровнять. Мы ждем вас в нашей студии. К этой фразе форма вообще не стыкуется. Мы ждем вас в нашей студии. Это значит, тут должен быть адрес или карта. Мы ждем вас в нашей студии. И рядом карта, вот куда вам ехать. А тут, наверное, давайте свяжемся. Давайте свяжемся. Напишите нам, позвоните нам, оставьте заявку. Заголовок вообще не в тему. Тут вон еще снегирь ни за что пострадал. Ссылки, ссылки, ссылки. Адрес, адрес, что-то адрес как-то улетел. Слишком большой отступ. У тебя вот это вот, две разные ссылки. Они не связаны между собой. То есть, это не одно предложение. Это два самостоятельных слова, предложения, как угодно назови. А вот это связано между собой. Это одно и то же. Но почему-то расстояние намного больше, чем у несвязанных между собой элементов. Либо уже делаем таким же, либо поменьше. Так, тут надо все просто подвинуть. Вот. И, наверное, учитывая, что мы форму опустили, либо мы тогда сделаем вот так вот. Либо вот это вот все ниже опустим. Просто, чтобы были какие-то одинаковые отступы. И, конечно же, копирайты должен быть. Вот это ниже опустим. И будет хорошо. Что черное на темно-темно-при темно-сером, конечно же, не видно. Да, это, наверное, надо сделать оттенок другой. Вот этого круга подобрать. Этот первый экран, конечно же, мне больше нравится. Тут, в принципе, все то же самое. Да, все то же самое. Да, тут понаряднее аватарки выглядят. Какие-то серые, невзрачные. Тоже что-то с прицелом беда какая-то. Выбрали два элемента, нажали Alt-H. И вот оно встало по центру. Все стало хорошо. Так, слушайте, я вызывал программу, которая показывает, что я нажимаю. А оно что-то захлопнулось. Многие просили, чтобы ее почаще вызывало. Но когда я замечаю, что она захлопнулась, тогда я ее заново запущу. Вот, вроде бы запустил. И да, вот. Теперь вам видно, да, что я нажимаю Alt-H. Это стояло так. Выбрали два элемента, нажали Alt-H. Все стало по центру. Молодец, что показала кнопки. Но ведь по ним непонятно, что из этого ховер, что нормальное состояние, а что активное. В слоях у тебя что? В слоях тоже непонятно. Все называется одинаково. Тут же, конечно же, нужно написать вот так. Вот, например, это нормальное состояние. А вот это ховер. Ховер. А вот это Active. Active. Кто-то делает в другом порядке. Например, вот это нормальное состояние, потом ховер, потом Active. Но мне нравится, когда ховер сверху. Вот у нас есть кнопка. Когда мы на нее наводим, ховер это что? Это наведение. Поэтому я обычно ставлю ховер сверху. Да, потому что курсор у нас сверху над кнопкой. Получается, здесь сверху у нас ховер. А когда мы эту кнопку вниз нажали, вот там у нас активное состояние. А у тебя даже непонятно было, где у тебя ховер, а где у тебя что. Поэтому надо подписывать. И желательно подписывать прямо здесь, в макете, чтобы в слоях никто не рылся. Не надо. В свои не надо. Это наше. Это наш огород. Не надо туда верстальщиков запускать. А то еще натырит яблок. И, конечно же, щеки детям тоже надувать не стоит. То мама узнает. Скандал будет. Скандал. Дальше на связи Татьяна. Пам-пам-пам-пам-пам. Блок отличительных особенностей мне покой не дает. Там их пять. Пять ужасное число для веб-дизайна. Четыре, шесть. Вот это хорошо. Пять, семь. Ужасно. Собрала сайт на Тильде. Так, давайте посмотрим. Вот такой вот у нас сайт. Классная микроанимация. Скролим. Клево, когда у нас есть микроанимация. А еще клево, когда что-то появляется по курсору. А не так, что мы скроллим и там все сходит с ума. Что-то прилетело, вылетело, выдвинулось. Это ужасно. А тут вот прям клево. Клево, клево. Только кнопка какая-то слишком медленная. Слишком она какая-то. Никуда не спешит. Не спешите у нас заказать. Не спешите. Да, а так вот микроанимации клево. Сейчас посмотрим. Вот эти блоки бывают двух видов. Когда мы наводим на строку и рядом появляется его текст. А бывает второй вид. Когда мы наводим на монтаж, а появляется картинка у сварочных работ. Мы наводим на изоляцию, а появляется опять у сварочных работ. Что это, бак какой-то или что? Клево же, когда картинка появляется там, куда мы наводим. Ты знаете, как где? Вот, по-моему, в файлах у меня, да? Да, вот навели сюда, картинка появилась. А что это мы навели на цветовые стили, а у нас картинка появилась где-то там на чердаке. Не очень. Так, завод. Такой вот заводик. Заводик. Какой-то игрушечный завод. Завод это что-то огромное, огромная территория. А тут что-то малюсенькое. Как будто вот мы едем в электричке, мимо этого завода проносимся и видим, что вот там где-то был завод. Ощущение, что нас наоборот, эти стрелки уводят от этого завода. И, конечно же, его сделать большим. 100%. Так, давай зайдем в кроп и сделаем какой-нибудь большой. Это все-таки завод. Смотри, какая там территория. Это же вон завод. Вот, хотя бы так уже приблизили. Мы уже на полпути ближе к этому заводу. К лаканте и завтра на работу. Монтаж. Работаем 24 в сутки, 7 дней. О, бедняги. Оставить заявку. Что тут написано? Не понимаю. А зачем такая разрядка? Читать же вот это вот, читать просто невозможно. Зачем ты так испортила текст? Вообще невозможно это читать. Не понимая, куда телефон прикрутить, на мой взгляд, он везде не подходит. Потому что у тебя тут в электричке едем, конечно. Как мы успеем в электричке из окончания телефона видеть? Наверное, тут не нужны вот эти вот стрелки. Во-первых, они какие-то колючие. Мне кажется, они тут не в тему. Сделать какое-нибудь изображение и сверху тогда в одну строку поставить меню и рядом телефон. Тут он тоже с разрядкой, что ли. Зачем ты портишь тексты? Когда мы добавляем разрядку, мы портим текст. Разрядку хорошо добавлять в режим блондинки. Когда у нас тексты выглядят все одинаковыми прямоугольниками. Чтобы поднять читаемость, тут наоборот, конечно же, добавить разрядку. Да, а когда у нас есть хороший, изначально классно настроенный текст, и сделать из него просто не читаемую кашу, ну это же беда какая-то. Просто беда. Вот у тебя же нигде разрядка. У-у-у, тут тексты как, шпроты в банке? Грязную грязью беру, я не могу когда-то грязно. Вот, у нас есть какой-то текст. Так, давайте быстренько-быстренько. Смотрите, есть у нас один блок, правильно? Есть второй блок. Внутри какие-то там есть отступы, да? Какие-то внутренние отступы. И здесь какие-то там внутренние отступы. Но между двумя блоками большое расстояние. Чтоб мы точно понимали, что тут мы разговариваем про одно, дальше мы разговариваем про другое. Это самостоятельный блок, это самостоятельный. В словах то же самое. У нас есть какое-то слово. Да, производим, производим. Что-то мы там производим. Это блок. Внутри этого блока есть какие-то отступы между букв. Есть внутренние отступы. Потом у нас появляется второе слово. Рядом появляется второй блок. Вот сюда. Второй блок. Это один блок со своими отступами. Вот это второй блок со своими внутренними отступами. Между ними большой отступ. Мы раздвинули слова. Да? Раздвинули. Раздвинули блоки, чтобы мы точно понимали, что это одно и это второе. Когда мы добавляем разрядку, вот этот вот пробел между словами, он теряется. У тебя там вообще 14% было. Все, мы потеряли этот пробел. Он уже не так считывается. Тут уже не пойми, где одно слово, где второе. Мы ухудшили читаемость, все, уже вообще беда какая-то. И ладно, если будет одно слово их, еще ладно. А когда у нас целое предложение даже в несколько строк, вот как у тебя там было, это нельзя так издеваться, нельзя. Сначала у нас есть отступ между букв, потом идет между слов. Он больше, чем между букв. Потом у нас появляется новая сущность, новая строка. Добавляем строку. Вот, вот это расстояние должно быть больше, чем расстояние между слов. Вот это у нас один блок теперь, вот это вот у нас второй блок. И вот эти вот отступы, вот эти между словами, это внутренние отступы в этом блоке. Два отступа, в этом один. Эти внутренние отступы должны быть меньше, чем между строк. Ты сделал даже хуже, чем оно было изначально. Изначально вот кто-то, кто разрабатывал шрифт, он сделал 100%. А ты сделал хуже, чем оно было изначально. Хорошо добавлять 130%, а то и 140, 150, в зависимости какой текст. Все, смотри, какие воздушные строки, как классно читать. Одно, второе, третье. Мы точно понимаем, где одна строка, где вторая, где третья. Потом появляется новая сущность. Представим, что... Да, представим, что-то же самое. Возьмем и представим второе. Ладно, давайте, чтобы не представлять то же самое. Какой-нибудь вот отсюда. Возьмем. Так, начало. Пум-пум-пум-пум-пум. А где начало предложения? Это у тебя одно такое длиннющее предложение? О-хо-хо-хо-хо-хо. Это все одно предложение. Вот такие пробелов насыпало лишних. О, беда, конечно. Да, беда. С 2016. Ну вот, возьмем, представим, что вот это надо разделить на несколько. Невозможно такое длинное читать. Невозможно. Так, добавляем вот сюда новую сущность. Это абзац. Вот я нажал Enter. Хотел, чтобы тут появился абзац, а он не появился. У тебя не настроен текст. Вот тут должно быть 15, 14, 20. Вот 15 в самый раз. Сначала между букв, потом между слов, потом между строк, потом между абзацев. Четыре отступа. Это как заголовки. H1, H2, H3, H4. H1 самый большой, потом поменьше, поменьше. Тут то же самое, только в обратную сторону. Все то же самое. Легко запомнить. У тебя здесь просто наезжает одно на другое непонятно. Очень сложно считывается. Очень. Наезжает друг на друга. Это плохо. Вот этот отступ между абзацев, он не должен быть супер большим. Если мы сюда поставим 40, у нас получится два самостоятельных непредложения внутри одного текстового контейнера, а два самостоятельных блока. Один блок, вот это второй. То, что они находятся в одном контейнере, это мы видим. А если выделение сняли, мы уже не видим, что они внутри одного контейнера. Но визуально нам кажется, что они вообще не связаны между собой, разлетелись. Надо, конечно же, их чуть-чуть подвинуть. Значит, чего делаем? Возвращаем 40 на 15. Вот так вот работает отступы внутри текста. У тебя тут беда, конечно, с этим. И разрядку, конечно же, нельзя делать. Вот давай, вернем, куда я там удалил. Вот представь, сюда мы впендюрим твои 14%. 14%. Все, уже не что. Где тут? Что тут вообще? Где начало? Где конец? А представь, текста будет вот столько. Все, катастрофа. Катастрофа. Так, отступы очень маленькие. Очень маленькие. Что у тебя тут? А ты про этот блок писала, да? Что ты не можешь понять, как и что. Значит, чего надо? Либо предлагаем заказчику, давай добавим шестое. А если он скажет, я не знаю, не могу придумать, значит, мы делаем один вариант. Мы ставим заголовок вот здесь. И потом делаем вот такие карточки. Да, три карточки. И заголовок как-то там в две строки, например, отличительные особенности. И вот, и адаптивиться будет хорошо. Сначала вот эта строка, потом вторая и третья карточка, потом четвертая и пятая. Либо я еще иногда включаю режим хитрости и обманываю контент. В данном случае тоже можно было бы так поступить. Берем какую-нибудь самую невзрачную плюшку. Тут же вот пять преимуществ. Возьмем какую-нибудь самую неактуальную. Наверное, оно будет пятым. Раз мы начинаем читать вот отсюда, значит, пятая у нас, наверное, не самая основная. И просто берем его и переписываем вот сюда. Здесь делаем четыре карточки. Раз, два, три, четыре. А тут мы делаем либо горизонтальную карточку, либо вообще можно не в виде карточки, а просто каким-нибудь текстом. Добавляем ту же самую иконку, пишем. Не заголовком пишем, а, например, вот так вот. Кстати, у нас применяются новые технологии. Тут все заголовки из двух, трех слов. А тут можно написать длинноватый заголовок. Кстати, у нас применяются новые технологии. И потом абзац текста. Даже можно сюда с иконкой. Получится у нас как бы добивка этих преимуществ. Но пять оставлять это прям вообще фу-фу-фу. Оно, конечно, ни на два, ни на три не делится. Это ужасно. Эффект повтора пропал. Тут такой вот, стоп, тут такой. Даже здесь вот внутри одного элемента у тебя... Ты же вот элемент поставил в уголок. Значит, сверху и справа должны быть одинаковые отступы. Тоже строки бы раздвинуть. 99,4. Оставила уже 100. Зачем ты вот 0,6% взяла и съела? 130% ставим. Вот, воздух появился, стало клево читать. Что-то написано. Благодаря вашему уроку на YouTube смогу нарисовать для фактов. Кружки вот эти, да, да. Они достаточно просто рисуются. 0. 0 прямо вот по центру. Самое жирное место. И там какой-то 0. 0 брака. Это, конечно, круто. Не знаю, не знаю. Отрицательное что-то. Ставить в преимущество что-то отрицательное. Не знаю, сомнительно. Я бы, наверное, хотя бы подумал. А стоит ли? Может здесь сделать тоже, например, 2 сотки. А вот это потом как-нибудь отдельно. Например, в прямоугольнике. Кстати, у нас нет процента брака. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И все. Но не показывать именно как преимущество. Негативно отталкивающе выглядит. Хотя это вроде бы очень круто. А вот эта вот картинка на фоне. Это, конечно, ужасно. Ребята, не ставьте фоновые картинки. Не ставьте. Вот тут у тебя картинка сама. Текст сам. И все прекрасно. Они друг другу не мешают. Тоже картинка. Классная, сочная картинка. Чувак указывает на то, что там очень длинное предложение, которое никто не осилит. Конечно же. Надо разделить как-то. А тут у тебя просто вот картинка. Просто вот спиндюрила фон. А бы был. Ставим, например, как-нибудь вот так. А здесь какие-то. Тут вот заголовок. И под ним уже пошло 2 преимущества. Можно в кружках. 2 преимущества в кружках. А потом добивка такая. Кстати, у нас 0% брака. Мы молодцы. А тут вот заголовок. И все. У тебя будет фотография классная. Не надо будет ее делать такой какой-то блеклый, неактивный. Вот. Смотри, как сразу хорошо будет. А так ты. Одно у худшего. Второе не считается. Отступы, конечно, тоже. Где-то у тебя вообще не продохнуть. А где-то очень большие отступы. Очень. Тут такой отступ. Тут такой. Тут такой отступ. Тут такой. Тут еще меньше. Да, да. Еще меньше. Это называется вертикальный ритм. Внешние отступы внутри блока должны быть одинаковые. Сверху, снизу. Например, одинаковые. Значит, и в другом блоке сверху, снизу одинаковые. Но иногда такое бывает, что снизу из-за ширины контейнера текста мы делаем либо больше, либо меньше. Тогда все верхние отступы в каждом блоке одинаковые. И все нижние отступы в каждом блоке одинаковые. У тебя какой-то винегрет. Тут такой. Тут такой. Тут такой. Даю разрешение убрать разрядку. Даю разрешение убрать разрядку. Потому что не читается. Вообще не читается. Надо показать активное. Чего будет, когда мы печатаем. У тебя тексты уже темные. Как будто бы мы уже напечатали. А подсказки, они должны быть какие-то серенькие. Да, мы же подсказки, они нам должны подсказывать. Чекбокс, ощущение, что он у тебя неактивный, как будто бы серый, не нажимать. Старайтесь не приглашать серый цвет в интерфейс, вот такой вот, чекбоксы, кнопки, они кажутся неактивными. Как будто даже если мы форму заполним, ничего не произойдет. Выслать кого куда, в Сибирь или пустыню пылесосить, кого-то куда-то надо выслать. Вот это можно было бы сделать вот так, хотя бы, например, вот так, это тогда тоже отодвинуть куда-то по центру. А чего это у тебя? Копирайт стоит там же, где стоят ссылки. Ссылки это навига, и тоже с разрядкой что ли. Там 14.8, ставила бы уже везде одинаково. А вообще лучше вот так сделать, еще и по центру. По левому краю, конечно же. Надо же разделять, что у нас навигация, что у нас вообще какая-то второстепенная, супер неважная информация. Вот эта штука, она нужна для каких-то там сторонних организаций, чтобы можно было платежку подсоединить, еще что-то. Это не навигация, это вообще нам не надо уводить, куда читать какую-то политику. Не надо, не надо. Вот, это сюда, это сюда делаем каким-нибудь сереньким. Тут вот как-то перекомпоновываем, чтобы, например, у нас контакты были контактами, ссылки были ссылками. Какой-то логотип вообще, там же ничего не видно, что у тебя там написано. Сделал логотип уже понаряднее, чтобы можно было прочитать, что там эксперт какой-то подъехал. Вот это, например, вот так вот по линии, это еще как-то делаем. Вот это у тебя синим, да, вон же у тебя синий цвет есть? Синий цвет. Вот такой. Значит, вот это все должно быть синим. Не обязательно, но теперь мы понимаем, что кликается, а что нет. Вот это, например, можно сделать синим. А вот это можно сделать каким-нибудь крупным, жирненьким. Сделать акцент, что звоните нам, ребята, не стесняйтесь, звоните нам. Вот, как-то вот это перекомпоновать, это сюда, например. Все права защищены тоже вот из-за того, что у тебя разрядка. Вот, видишь, теперь не владит. Разрядку убираем 0%, и все поместилось, конечно, по левому краю, например, вот сюда. Мы теперь понимаем, где у нас что. У нас есть навигация, у нас есть контакты, у нас есть какая-то суперневажная второстепенная инфа. Вот, это и тоже. Что это такое? Вот, вот, теперь его хотя бы голова не болит от этих пробелов. Вот, треугольник какой-то. Треугольник, это вот как на вот этих штуках, когда у нас уголок потребителя. Заходите, читайте. Я бы, наверное, его убрал. Разберись с разрядкой. Она точно не нужна. Эффект повтора должен быть. Эффект повтора в графике. Смотри, тут у тебя расстояние одинаковое. Почему-то тут у тебя расстояние разное. Тут вообще расстояние. Тут расстояние вроде одинаковое, но еще больше. Очень мало воздуха. Очень все зажато. Этот блок точно переделать. Переделать, переделать. И с первым экраном разобраться. Зато мы как будто бы на электричке уезжаем в третью работу. Дальше у нас на проводе надежда. Буду благодарна за разбор совета. Уже не знаю, что сюда добавить. Что исправить. Не знаю, что с ней делать. Вообще, можно залить никому не показать. Так, что это? Что за настроение такое? Если ты уже не знаешь, что добавлять, не надо сидеть над работой. Все, иди делай следующую. Хватит, не мучайся. Заголовок вообще не считается. А на плохо настроенном мониторе тут вообще все сольется и видно не будет. Это вот место для заголовка. У нас заголовок улетел сюда. И в итоге у нас половина экрана. Просто какая-то пустота. А это самый первый экран. Жалко место. Так, Википедия что ли? Это у нас Википедия, да? Биография. Понятно. Википедия какая-то. Можете ее сделать беленькой. Да, тогда вот белая будет сочетаться с белым. А тут у нас понятно, что это навигация. Отступы одинаковые, клевые. А здесь вот, конечно, сверху царский отступ, а тут как-то все зажато. И что-то все по-левому, 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 по-левому. А тут что-то взяли и по центру. Значит, это тоже делаем по левому краю. Вот это можно. А это продолжение. Да, наверное, здесь просто сделать в две строки и все. И беды никакой не будет. Стивен Кинг. Выровнять или по букве, или, например, вот так вот. Наверное, у тебя просто съехало где-то чего-то. И вот теперь в самый раз. 350 миллионов мы разорвали на части. 350 миллионов. И от 350 миллионов мы оставили просто 350. Конечно же, разрывать нельзя. Больше чем вот это вот. Тут должен быть неразрывный пробел. Куда? Что там? А, ты разорвала строку вот так вручную. Нельзя так делать. Вот больше чем 350 миллионов. Или вообще уже сюда нулями заспамить. Тогда мы точно поймем, что очень что-то много. Очень много. То же самое. 200 историй. Больше чем 200. 200 чего? 20 килограмм. Мы килограммы не переносим. Или мы пишем 2021 год. Мы вот эту букву Г, конечно же, не футболим туда на новую строку. Мы оставляем ее здесь. Это все связано. 2000 историй. 350 миллионов. 20 килограмм. 2021 год. Да чего угодно. 30 литров. Везде вот эта вот расшифровка. Она связана со своим значением. Нельзя вот это переразрывать. И тогда вот эти штуки лишние не нужны будут. Все будет хорошо. 200, 260 новелл. А еще 60 новелл. Тоже добавить сюда английское слово будет хорошо. А что-то все так зажатое. Тут как в предыдущей работе строки просто налазит. Одна строка съела другую. Третья тянет одеялок. Все кричит. Читать просто невозможно. Это Википедия. Мы должны читать тексты. Мы сюда пришли за информацией. А нам не дают ее читать. Вот здесь вот хороший итог. Как-то чуть-чуть больше может. 120. Вот 130, 140 в самый раз. Два. 130 процентов. Вот уже стало воздушно. А тут как-то налазит еще и разного размера что-ли. Ну-ка это 20, а это 18. Это просто абзац текста. И это просто абзац текста. Почему они разного размера? Делайте одинаковым. Конечно. Или тут тогда делаем 18. И отступы, и отступы. Что это такое 2? Абзац. Один абзац. Второй абзац. Два пикселя. 20. Хотя бы уже 15 пикселей. Тут хотя бы уже 15. Но это нас не касается. Вот тут вот 130 процентов. Вот смотри. И стало хорошо читаться. Если вы мне не доверяете, давайте зайдемте на Вендбук. Откроем несколько каких-нибудь темных сайтов. Смотрите, какое расстояние. Вот видно, да, что строки воздушные. Давайте перейдем на сайт и посмотрим. Воздушный строк. Вот зацените, насколько воздушные строки. И в заголовках. И здесь все читается хорошо. Вот абзац текста. Какой он воздушный. Какой он просто прекрасный. Офигенный абзац текст. Вот этот сайт давайте откроем. Это уже четвертый, да. И еще какой-нибудь где-нибудь темный сайт найдем. Где вот много текста. Вот, например, много текста на темном сайте. Вот сейчас и посмотрим воздушный строк. Это все делают разные люди. Вот, например, и сангвешный дизайнер, да. Ну-ка, где тексты? Где тексты? Проекты. Слушай, это не то открылось. Не то, что было на превьюшке. Не то. Видение. Ну-ка. Расстояние между строк больше, чем между букв. Больше. И читается это все хорошо. Это как будто сайт не тот подсунули нам. Тут вот видно, что строки воздушные читаются хорошо. Сюда зашли мы, посмотрели этот сайт. Ну-ка. Ну, где тексты? Тексты. Ау. Выходите на связь. Ну-ка. Тексты. Есть вообще тексты какие-нибудь? Вот заголовки. Смотрите, какие они воздушные. Тексты. А текстов нету, что ли? Вот. Вот тексты. Воздушные. Воздушный. Воздух есть. Читать удобно. Классно. Не напрягаясь. Мы сидим, откинувшись на спинку кресла и читаем. И все видим. Не надо вот так вот раздвигать, тянуть в разные стороны. Это текстовый блок бедный. В заголовке посмотрите. Вот видно, что они воздушные. Воздушный текст. Вот воздух. Классные строки. Раздвинули строки. Зацените. Это все делают разные дизайнеры. Ух ты, как круто. Вау. Классный сайт. Первый экран прям огонь. Вот в первой работе текст касался графики. Зацените, как здесь воздушно. Это вот если человек из первой работы, ты смотришь, что зацени. Как все воздушно. И когда ничего, ничего не касается, не наезжает. Тексты воздушные. Ребята, не издевайтесь над текстами. Не надо так. Тем более, это Википедия. Тем более. Раздвинуть тексты надо. Конечно, надо раздвинуть. Все наезжает. Тире должно висеть. В конце, если тире в начале строки, это прямая речь. А я сомневаюсь, что вдруг ни с того ни с сего, посередине предложения появилась вторая прямая речь, без всяких кавычек, без ничего просто. Прямая речь идет с абзаца и с начала. Такие тексты просто невозможно читать. А что это? Что это за колобок распрюченный? Чего ты так? Там в работе щеки надували, тут колобка зажало. Круг он должен быть кругом. Зачем так издеваться? Слушай, так-то вообще клево. Вот если бы мы тексты раздвинули, было бы вообще огонь. Огонь был бы. Да, и тут вот пустовато, конечно. Просто обидно, обидно за половину первого экрана. А так, конечно, клево. Клево, клево. Все клево. Тексты раздвинуть и будет вообще классная работа. Можно даже в кейсы добавлять. У тебя вот эти четыре пункта кажутся активными, а красные не активные. Должно уже быть наоборот. Должно быть наоборот. То, что активно, оно заметнее. А то, что не активно, оно менее заметное. А у тебя как-то наоборот все на инверсию получилось. Вот клевый экран, когда мы уже в самом конце, а вроде смотрим наверх. Это кто? Тут вроде по линии, а тут как-то не по линии. Возможно, есть смысл вот это все поставить по линии вот сюда. А это тогда, я не знаю, либо по центру, либо может вот так совместить, либо вообще поставить. Раз это какая-то там Википедия, может поставить все это дело в начало. А это вот сюда. На равное расстояние. Возможно так. И как-то маловато. Снизу отступы может все это дело приподнять немного. Вот, по-моему, стало получше. Отступы в контейнере должны быть одинаковые. Смотри, у тебя с четырех сторон два парных отступа. Да, 40, 62. Сделал уже либо везде по 40, либо везде по 60 в самый раз. Так, Википедия. Наверное, нужно что-нибудь беленьким показать. Курсор добавить, когда мы наводим курсор. Можно было бы сюда, например, в Википедию поставить вот этот значок. Было бы интересно. А хотя это конец книги, да. Можно было бы сверху вот маленьким поставить букву Л. Было бы интересно. Смотрите на свой текст. Слушай, там у тебя все такое красное было. Смотри, красные чернила, красные, красные, красные. Тут вообще будто все кровало. А тут бац, красные чернила закончились. Последних три экрана вообще без красных чернил. Наверное, есть смысл вот эту штуку сделать красную. Какой у тебя там? Где печенька? А почему в печеньке пусто? А в печеньке нет печенек. А где печеньки? В печеньке пусто. Ладно, тогда мы так вот возьмем. Наверное, есть смысл это сделать красным. А вот это, например, белым. Только не на выворотку попробовать. А вот так. Вот, теперь вот эта штука, она связывается с другими красными чернилами. А так как-то без нее было не очень. А эту не знаю, либо оставить черным, либо белым. Так работа классная, просто тексты раздвинуть и будет вообще шикардос. Да, будет хорошо. Смотрим дальше. Пожалуйста, посмотри работу сайта Lamp. Хочу добавить в портфолио. Также смотрю твой бесплатный курс по After Effects. Спасибо, ребята. Каждому, кто смотрит After Effects или хотя бы просто зайдет, сердечко жмякнет, комментарий напишет. Я понимаю, что After Effects не всем интересен. Конечно, фидбаки и фигмы это вот столько людей смотрят, а After Effects. Поэтому, когда вы пишете, что смотрите, и еще если лайки и комментарии пишите, спасибо. Мне же хочется канал развивать, поэтому и снимать мне хочется то, что развивает канал. Вот столько людей посмотрели After Effects, вот столько фигмы. Конечно, мне хочется фигмы. Но когда кто-то просит After Effects, хочется и эту часть аудитории тоже без контента не оставлять. Тут как-то не очень получилось. Иконки наезжают на графику, тут текст касается. А давай попробуем кропнуть. Можно зайти? А вон, смотри, у тебя сколько... Да у тебя же запас по фотографии. Фотографии вон, какой мы можем ниже пустить. И теперь у нас контакты с воздухом. Иконки с воздухом. Сердечко на диете сидит. Лупа на диете. А остальные такие упитанные. Тут, наверное, 100%. Да, хочется 130%. Чуть-чуть раздвинуть, чтобы расстояние между строк было больше, чем между букв. И, наверное, чуть-чуть ниже отодвинуть от своего текста. А то расстояние до чужого текста, вот это расстояние, оно меньше, чем внутри своего блока. Такого же быть не может. Надо отодвинуть немного. Смотреть каталог, кстати, вот белый на оранжевом, мне кажется, часто проигрывает черному на оранжевом. Да? Как вы считаете? Давайте, вот, две кнопки, а вот это сделаем белым. Мне кажется, что намного наряднее смотрится черный, потому что он сразу считывается. Не приходится всматриваться, что, куда смотреть. Наверное, тут надо с маленькой буквы. Один, тут вот что-то наехало. Ну, можно или градиент вот здесь вот пустить, или просто оставить как есть. Ну, касается и касается. Ну, это мертвое место. Вот это вот самое жирное место. То, что у нас тут что-то есть, и даже никто не заметит, что оно там есть. Так что даже можно не спасать эту ситуацию. Заголовок вылетел за свой блок. Да? Вылетел. Для любителей цвета и огня безопасности. Пам-пам-пам. Продолжение. При заказе любого светильника. Тут, 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 тут. Вот эта штука относится вот сюда. А она у нас вылетела за пределы блока. Как будто она сама по себе, и ничего не понятно. Для любителей там буквы не хватает. И все. Вот это вот надо, конечно, совмещать вот с этим блоком. А тут у нас получается блок с графикой. У нас в итоге графика, а потом снова графика. Это, конечно, не очень. Наверное, есть смысл как-то эту графику вообще сделать, может быть, где-то сбоку. Заголовок. Вот этот блок как-то пересобрать по-другому. Или, может быть, сделать его не на всю ширину, а сделать вот таким вот баннерным каким-то. И тоже вот собрать обязательно в одну общую картину. Тогда вот эти вот все отступы сделать, может, баннер этот делать побольше. И вот эти вот все отступы слева, сверху и сбоку поставить одинаковым. Чтобы мы точно понимали, что вот этот блок, он общий. Что вот это вот все относится друг к другу. Для любителей там надо будет перекрасить, наверное, чего-то. Фразу разорвали в каждый. В каждый патрон бесплатно. Тут можно, тут пробел насыпали лишний. Не надо тут пробел. Не разрывный пробел. А тут спасаем строку. Вот смотри, как даже лучше по композиции стало. Сегодня в сторисах одна дизайнер написала, что предлоги не всегда надо переносить. Не всегда. Иногда по композиции лучше его ставить. Ребята, если по композиции оставляем предлог, это значит беда с композицией. Значит, надо просто поменять слова местами. Где-то какую-то часть предложения. Передвинуть, переставить, переписать. Одно длинное слово заменить на другой синоним, короткий. Надо спасти текст текстом. А не оставлять эти предлоги, потому что тогда получается какой-то вот такой вот прямоугольник. Предлоги всегда надо переносить. Это запомнить очень легко. Просто всегда переносим предлоги. И не надо мучиться, сидеть, голову ломать. А в каких случаях переносить, а в каких... Да всегда переносить. И все. Предлоги, они выглядят здесь голимо, ужасно, плохо. И читаются фразы, делятся на какие-то непонятные штуки. Вот. А зачем здесь вообще точка? Точка это же припинание. Вот. При заказе любого светильника фраза целиком. Все. Закончилась фраза. При заказе любого светильника, потом ретро... Ретро... С равно... Ретро... Ретро-лампочка Эдисона в... Что? Лампочка Эдисона в... Что в? Куда в? Кому в? А потом только понимаем. Каждый патрон бесплатно. Вот цельная фраза. В каждый патрон бесплатно. Все. Фразы целиком. Конечно, предлог должен быть перенесен. Он даже, даже вот этот пиратский флаг не настолько хуже выглядит, чем когда у нас висит тут какой-то предлог. Вроде у нас тут прямоугольник такой, но это ужасно. Взгляд спотыкается, не цепляется. Цепляется за какие-нибудь подзаголовки, вот за стрелку зацепил. Все это клево. А тут мы взяли и спотыкнулись. Запомните, предлоги переносим. И все, супер простое правило. Предлоги взяли, перенесли. Так, создаем безопасную. Тоже вылетело за пределы. Как будто вот это вот создаем безопасную. Но тут что-то висят просто лампы. И что тут безопасная? Теплая атмосфера, где, что, чего. Ощущение, что вот это вот, вот с этим связано. Потому что они находятся на одном фоне. У нас был один цветной блок, потом второй блок. А вот это белый блок. Просто заголовок висит снизу. И тогда вы хотите его вообще выше поднять, чтобы вот это было все вместе. А на самом-то деле заголовок, судя по всему, вот сюда должен заноситься. Да, значит его надо заносить сюда, делать каким-то беленьким. Тут фотография на фотографии, это как-то не очень. Наверное, тут надо просто убрать вот этот фон и все. Во! Круто же! Убираем фон и все, спасли ситуацию. Вот это сюда. Стрелки, наверное, все-таки куда-нибудь вот сюда. Не стоит вообще вот это затемнять. Мы изначально... Изначально у нас было три фотографии, а мы взяли две и испортили. А зачем? Спрашивается, зачем? Вот это я бы не портил фотографии. Просто вот ссылать сразу три фотографии. Это же круто, когда у нас есть целая линия товаров. Так вы знаете, в интернет-магазинах некоторые верстальщики подключают плагин для слайдера, который верстает по одной. Мы нажимаем вот сюда, и у нас не сразу три новых товара приезжает, или сколько их там, пять-шесть. А вот по одной мы нажимаем, приехало одно, сдвинулось на одну. Еще раз нажали, на вторую. Еще раз, еще чуть-чуть. Это ужасно. Сидишь и кликаешь в эту стрелку. А все потому, что верстальщик чуть-чуть не настроил. Круто же, когда мы нажали, и сразу вот вся полоска с графикой приехала. Новые товары, новые фотографии. Так и тут. Давайте сразу посмотрим на всю вот эту галерею. Это же очень удобно. По поводу свечения, субъективщина не полез. Вот некоторые мне писали в закрытых чатах, почему я не лезу в субъективщину. Потому что субъективщина генерирует у вас много хейта. Вам не нравится, вы говорите, что я навязываю свое мнение, а мне отвечают, что мы же специально пришли за твоим мнением. Поэтому давай залазь в субъективщину, хоть по самые помидоры. Ну, не знаю. Я бы тут это свечение убрал. Не знаю, не знаю. Оно еще как-то кривенько все. Все вниз опустилось. Ни заголовок, вообще ничего не сохранилось на одном уровне. Вот тут в одном, а тут не в одном. Наверное, вот так вот надо поднять, что-то там сбилось куда-то. А верстальщик-то же так и сверстает, что первый товар, он чуть ниже. И плюс он желтенький, со свечением. Как будто это вот самый популярный товар. Или это еще что-то. Курс вора нету, поэтому непонятно. Очень мелко мы будем пальцем потом 40 на 40 нажимать. И сразу нажмем и удалить, и добавить. И, конечно, надо же проверять, как мы же можем купить себе хотя бы 10 лампочек. Это же лампочка. Хочется сразу на все люстры одних лампочек купить, чтобы не было такого, что у нас одна перегорела. Где же в городе теперь найти такую лампочку? Ага, в шкафу нашли. Потому что мы заранее купили 10 лампочек. Да и вообще можно стул купить. А нельзя. Потому что у нас мелко, это компьютер, вряд ли кто-то купит сразу 10 компов. И даже если какая-то организация где-то там закажет, это можно будет сделать на странице товара. Очень маленькая вероятность того, что через каталог, через плитку будут заказывать много холодильников, кроватей, диванов. Сразу пришли и 10 диванов. Вряд ли. Продукты, суши, пиццу, какие-то лампочки, что-то вот такое мелкое. Конечно же, надо дать возможность заказать сразу много всякого разного. Тут что-то какая-то 18 плюс история, что сперматозоид друг за другом гоняются, догнать не могут. Что это, возврат товара? Непонятно, что это такое. Мы же год не разрываем. 2021. Четыре цифры подряд без пробелов. Тут то же самое. Если у нас четыре цифры, мы не добавляем разрядку. Когда вот уже пошла пятая цифра, тогда мы уже отделяем 41 663 рубля за лампочку. Ничего себе, какие царские лампы. Показать еще товар, какая-то сосиска, можно было бы сделать поменьше. Тут тоже будем нажимать потом пальцем на одну цифру и зажмем сразу в несколько страниц. Там сайт может сломаться даже. Надо еще показать, где мы находимся, на какой странице как-то выделить. Например, вот таким цветом. Вот таким, наверное. А у тебя там все закругленное такое. Да, смотри, какой у тебя классный закругленный шрифт. Есть смысл, наверное, закруглить кнопки. Наверное. Хотя, с другой стороны, он и закругленный, и острый. И острый. Но лампочки, тем не менее, закругленные. Люстры тоже закругленные. Поэтому, наверное, есть смысл попробовать закруглить. Что-то тоже не по центру, потому что пробел лишний. Или что это? Ну, как-то не по центру. Вот, теперь починили. А тут голубые чернила. Вообще не было ни одного голубого элемента. А тут бац, ни с того ни с сего. Как будто мы отдали, сверстали. А потом заказчик через какое-то время сам на свое усмотрение добавил блок. Не хватило этот блок ненарядный. Стройки тоже 100%. Значит, делаем 130%. Кстати, фиолетовый, чернила где? А где компоненты? Компонентов нету. Эту штуку, конечно же, лучше поднять повыше. Тогда, во-первых, она с потолка начинается. И висит она над головой, а не где-то в ногах. А вот эта штука стоит пониже. Тогда понятно, почему она так. Вот эту можно было еще повыше. Вот эту вот спрятать. Наверное, не нужна она такая большая. По сравнению вот с этим торшером, это просто какой-то шлем от скафандра какой-то. Очень большой. Надо сделать поменьше. И, возможно, кропнуть. Вот эту штуку кроп. Кроп скрыть лишний. Вот, теперь висит на потолке. И вот даже на одном уровне. Смотрите, как прикольно получилось. Мне кажется, это прикольно. А вот то, что у тебя все пляшет и не по одной линии, это не прикольно. Так, опять я заметил, что эта программа вылетела. Да, она вылетает. Ребята, извините. Если у кого-то есть классная программа на примете, которая показывает для винды, у меня, к сожалению, винда или часть, я не знаю, показывает хот-кей, и вы пользуетесь, и тестировали ее, то дайте знать в комментариях, поделитесь, или в личку напишите. А то вот это вылетает, и я забываю ее заново включить. Слушай, вот первый экран вообще улетный. Первый экран прям, не знаю, может это просто фотография спасла всю ситуацию. Но вот оно круто. Все клево, все читается. Вот когда мы тут воздух добавили. А что-то потом как-то вот здесь вот, например, недоработанные иконки какие-то. Можно бы, не знаю, стрелочку покрасить в оранжевый. Тут, например, стрелочку. Если у тебя тут стрелка, и тут стрелка, то и тут давай уже стрелку какую-то. Поддержать же нужно. И под заголовок он не особо сильно выделяется. Можно взять вот этот стиль и сюда впендюрить. Вот уже стало уже чуть-чуть лучше выделяться, плюс появился эффект повтора. А когда очень много стилей, тут тонкий, тут обычный, тут чуть-чуть пожирнее, тут жирный, тут опять тонкий, полужирный стилей у кнопок очень много. Там были такие кнопки, такая кнопка, это я уже поиздевался. Тут серая, все залитые, залитые, залитые. Тут уже закругленная какая-то пошла, а тут какие-то контурные. Слушай, вот эти блоки, они как будто не отсюда, как будто это кто-то другой сделал. Какие-то кнопки не в тему, а голубой не в тему. Вот так вот хорошо, а это не в тему. Не в тему, лампочку можно было уже показать целиком. Процесс покупки, мы же целую лампочку хотим купить. Если не помещается фотография, ну поставить ее где-нибудь вот тут, например. Пусть она вот такая будет, а здесь вот пошел контент. Одна строка, вторая, третья, четвертая, сколько там надо. Вот, удалить же надо как-то из корзины опять. Года мы не разрываем, поэтому четыре цифры не разрываем. Вот начинаем печатать, да, например, тут у нас будет вот столько вот денег. И что, все уехало, потому что не настроено. Нас же по правой стороне настраивать, вот, чтобы оно все росло туда. И лучше сделать формулу. Сначала сколько, потом сколько раз, и потом получился результат. Значит, мы ставим вот такую сумму вот сюда. 3950, один раз равно, вот, получилась формула. Понятный калькулятор. Надо поменять местами. Туда-сюда, мне кажется, все-таки меньше и больше. Да, у тебя тут минус-плюс, как будто вот одну часть делает один дизайнер, а потом второй, не посмотрев, что делал первый. У тебя же вот уже есть готовый, плохо приготовленный, непродуманный, да, на 100 мы не можем купить, например. Вот сюда надо просто копировать, вот сюда, и сделать его под 100. Или наоборот, вот это вставить туда. Тут не хватает каких-то полосок или дивайдеров, или каких-то вот таких вот светло-светло-серых блоков, чтобы мы точно понимали, где один блачок, где второй блачок, где еще что-то. Все разорвалось, просто разлетелось. Должны быть контрасты, какие-то дивайдеры надо добавить. Тут вам строки что-то наладят, друг друга, зеленый какой-то, темно-зеленый появился. Нигде не было никакого зеленого, а тут вдруг один зеленый. И 404 есть, да, ну уже можно было замазать. А так-то, конечно, клево, то, что лампочка разбилась. Достаточно одного раза разбить лампочку. И в виде разорвавшихся нитей накаливания вензелями написать 404. Конечно, вот это заголовок, а вот это текст. Значит, текст мы берем вот таким. Где он? Где у тебя текст? Вот, копируем свойства и сюда. Вот такого размера должен быть контент. Вот с голубыми блоками разобраться. Здесь вот как-то нарядить иконки, заголовки перенести внутрь своих блоков. Вот этот блок, наверное, так бы я сделал. Вот тут вот как-то вместе объедините. Можно добавлять в портфорио. Можно добавлять. Дальше на проводе Павла. Привет, Алексей, сделал работу для школы вокала. Работу сделал просто для себя. Спасибо за лучший контент по дизайну. Пожалуйста, ребята, я так рад, что вам нравится мой контент. Это просто потрясающе. Слушай, а я помню такие зеленые волосы. Где-то совсем недавно. Школа вокала. И вот эту вот обрубленную голову я тоже помню. Я еще советовал тебе ее одеркалить, чтобы она смотрела на свои тексты. А не так вот, что фу, что там за тексты. Не хочу туда смотреть. Как нечестно. Мы же с тобой эту работу разбирали уже. Если не в прошлом фидбеке, то где? Точно разбирали. А, на консультации. Ты выигрывал консультацию. Да, самый первый, самый шустрый оказался. Чего ты там? Хитро ты обрезал. Надо просто взять. И так, что-то заблокировано. Так, где мои отмычки? Отмычки я нашел. Выделяем. Выделяем. Надо Ctrl зажать и подтянуть. И все. Вот так. У тебя, возможно, где-то чего-то там куда-то уезжать. Надо Ctrl зажимать и все. И не придется тогда никакие прямоугольники дорисовывать. Слушай, так нечестно. Нечестно. Мы с тобой это уже разбирали. Я вижу, ты правки внес какие-то. Но не все. Например, я говорю голову повернуть. Так нечестно. Внес правки и молодец. Если нравится, добавляй в портфолио. И делай следующую работу. И присылай следующую работу. А второй раз по второму кругу как-то... Сейчас Павел в комментариях переобуется. Козел, козел. Не хочет мою работу разбирать второй раз. Козел, вот тебе дизлайк. Так, ребята, без обид. Без обид. Хочется, чтобы всем. А что это? Вас уже так много. И когда два раза одному человеку... Ну, нечестно. Просто нечестно. Мне совесть не позволяет... Не позволяет. Дальше Даня. Привет, Алексей. Впервые отправляю на разбор работу. Я почти самоучка. Веб-дизайне полгода. Так, ну за полгода можно было дойти уже до компонентов. У тебя же элементы повторяются. Надо делать через компоненты. А то потом на правках просто потеряешь столько много времени. Ох. Дашборг вообще классная тема. У меня на курсе тоже домашка есть по дашбордам. Сделать дашборд светлую тему и темную. Она позволяет разобраться с иерархией, с отступами, с компонентами, с привязками. Совсем. Вот у тебя компонентов нету, значит привязок тоже нету. Но отступы, судя по всему, у тебя хорошие. Да, везде все плюс-минус одинаково. И это без компонентов. Молодец. В этом молодец. То, что отступы одинаковые. Это хорошо. Вот здесь, например, можно было уже по линии как-то сделать. Или, например, вот здесь вот отступить такой же отступ. Вот это все подвинуть. Вот сюда, чтобы отступ был здесь. Вот по этой линии начать. Или начать уже тогда по линии логотипа. А то как-то у тебя вот по линии стало хорошо. Есть ощущение, что у тебя дашборд с большим процентом жирности. Как-то вот много полужирного. Полужирное, 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 жирное, полужирное, полужирное, полужирное. Тут вообще все полужирное. Да, вот кроме строки. Полужирное. Конечно, нужно избавляться от жирка. Слушай, так у тебя вроде все клево. Конечно, хотелось бы потягать все это дело в компонентах. Какие-то привязки проверить, как у тебя настроены. А так-то видишь, ничего не настроено. Потому что не компонент. Вот эти штуки. Даже вот эти штуки у тебя отдельными элементами. Я обычно их сливаю. Делаю одним, чтобы выбрал и сразу потянул. Вот так надо выделять группу, куча элементов, чем больше элементов, тем больше виснет фигма, тут какая-то тень, конечно же, у текста тени быть не должно. Тут у тебя скругление 10, а тут какое-то 12, так уже и тут сделай 10, должен быть эффект повтора, так, тень забыл увеличить, вот, смотри, как спасли. Разорвали ссылку на части тоже, если ссылка не длинная, желательно не делить ее на несколько строк, лучше перенести, вот сразу заметили, что у тебя здесь беда, будет верстальщик все это дело адаптивить, потом будет разорванная строка, будет скандал. Поэтому, конечно же, не надо так делать, если хочешь перенести предлог куда-то, то, конечно, неразрывный пробел. И, конечно же, 130%, ребята, раздвигаются строки, вот, если вдруг ты начал смотреть со своей работы, посмотри одну, несколько работ назад, мы там на примерах разобрали подробно, почему надо делать воздушные строки, и почему многие, и, посмотри, чтобы хорошо читалось. Тут, наверное, слишком много свободного места, не знаю, наверное, это неоправданно, тем более, это у тебя никакая не навигация, это просто какая-то второстепенная инфа, просто вот ты добавил какие-то курсы ради того, чтобы что-то было. Так, у тебя вот эта плашка, я бы сделал вот это вот, а, и тут плашка. Я бы сделал страницу вот такого цвета, а меню я бы сделал беленьким. И фон бы сделал... А где белый? Чего белого нету? Как ты так? Как ты так без белого цвета? И в меню бы закинул вот эту вот штуку, чтобы просто вот этот фон не цеплялся. Так, работать гораздо удобнее. Если надо, выделить что-то, взял и выделил. И тогда фон не цепляется, работать удобнее. В общем, я бы вот это все, я бы вот это все приподнял повыше, сделал бы вот такие вот отступы одинаковые. А тут уже, конечно, придется сделать тогда фотографию поменьше. Фотографию поменьше и вот это вот сюда. Тут, наверное, тоже какое-то имя должно быть, да, имя какое-то должно быть, или ссылка на профиль, или еще как-то, а не просто фотография, чтобы мы понимали, что это точно мы. Это у тебя самый большой заголовок тут из всего, да, если мы логотип не берем. Но почему-то он у тебя уже где-то там в подваре. Значит, либо здесь заголовок нужен какой-то, заголовок для вот этих вот всех наборов, или может заголовок вот для этих трех наборов, потом еще заголовок для вот этих карточек, и потом заголовок для этой карточки. А так у тебя не хватает заголовков. Вот это заголовок внутри карточки. Либо тогда здесь сделать таблицу, сделать внутри тоже, внутри какой-то карточки. И тогда вот этот заголовок внутри карточки, который должен быть белого цвета, конечно же, тогда мы делаем тоже вот таким. Слушай, а так вообще, конечно, молодец. Вот просто жирки вот эти поубирать, может быть, как-то привести все к более-менее двум-трем цветам. Вот у тебя и оранжевый, и розовый, и зеленый, и фиолетовый, и какой-то еще какой-то. Да, давай зайдем в Dashboard, напишем Dashboard Dashboard UI, Dashboard UI. Тут, по-моему, как-то гармоничнее все это дело выглядит. Чем-то даже цветовая гамма на твою похожа. Смотри, как цвета пересекаются. Например, коралловый есть и здесь, и здесь, и здесь. Вот во всех блочках есть какой-то коралловый цвет, поэтому он сочетается. Синий, фиолетовый тоже вот оно проходит через все. И оно между собой вот так вот все завязано, и смотрится, конечно, потрясающе. А у тебя, например, рыжий какой-то здесь, больше нигде нету. Зеленый вот здесь и вот здесь, тут только и фиолетовый. Надо как-то цвета между собой гармонично пересобрать. Смотри, как клево, когда цвета пересекаются по всему интерфейсу. Попробуй сделать что-нибудь такое. И, конечно же, пробуй через компоненты. Dashboard это отличная тема, разобраться с компонентами, отступами, повторами. У тебя повторы хорошие, повторы у тебя все повторяются, это клево. А так, конечно, вот с цветами небольшая каша. Небольшая каша. Вот попробуй что-то такое сделать. Дальше пишет Татьяна, буду рада, если посмотришь мой лендинг. Спасибо за то, что делаешь. Пожалуйста, ребята, пожалуйста. И смайлик классный, пожалуйста. Так, что у нас? Вот, кто там из предыдущих работ? Зацените, сразу понимаем, где ховер, где нормал. Вот про то, что я и говорю. Кто-то делает сверху вниз, а мне нравится, когда посередине нормал, сверху ховер. Потому что наводим и потом нажимаем, поэтому я... Ну, я поспешил с заявлением, что все понятно. Ну, слушай, если мы нажимаем, наверное, тень не должна светиться так. Мы же нажимаем. У тебя вообще очень слабо отличается, очень слабо. Тут бы я точно убирал свечение, точно, и убирал бы тень. Вот это все надо убрать и кнопку сделать поменьше, чтобы мы нажали. У тебя кнопка выпуклая, а мы же нажимаем, и она должна быть туда, вогнута. Вот, и она должна туда вдавлена. И даже нормалый ховер у тебя практически ничем не отличается. Если там, ну, 1%, ну, это очень слабый оттенок. Надо как-то делать. Может быть, в ховере, когда мы наводим, может быть, сделать вот эту тень. Минус 10, минус 5, например. Чтобы вот эта тень была поменьше, тогда саму кнопку на 85. Вот, мы вдавили чуть-чуть, мы как бы не до конца, но уже начинаем вдавливать. А потом пресс, вот, нажали. Тогда будет понятно. А так у тебя слишком небольшая разница. Так, чувак с машины. Фонарь спер и убегает. Эй! Невероятно, просто невероятно. А адаптивы есть? Адаптивов нету. Хотелось бы посмотреть, как ты вот столько контента, потом будешь разруливать, что куда сдвигать. Может быть, вот эти штуки тут не нужны, может их поставить вот здесь, вот одна, вторая, третья часть. У тебя же должна быть какая-то линия контента. Пусть широкая, но все-таки линия контента. А вот это вот висит с одного края. Лоришка убегает в другой экран. Наверное, я бы сделал вот эти штуки здесь. Вот раз, два, три. Вот эти тогда бы подвинул бы элементы по линии контента. И вот это я бы сместил вот сюда. А эти, да, эти штуки я бы отсюда убрал. Логотип бы я перенес тоже по линии контента. Должна быть какая-то вот такая вот линия. Тогда все будет хорошо. А когда у тебя такой винегрет, все как-то, не пойми как. Вроде линия есть, но как-то. Карточки клевые. Карточки клевые. Тут пробел нужен перед знаком рубля. Мы же килограммы. Не ставим два килограмма. Мы же два пробел килограмма. 2021 год пробел. Там везде ставим пробел. И здесь в рублях тоже нужен пробел. Вот. Ты же литр отделила. Так а чего ты рублей жадничаешь? Тоже отделяй. И тут уже по-хорошему надо вообще вот так вот. По-хорошему. Если место позволяет, чтобы уже наверняка по фэншую. А так у тебя как будто бы литры твои. Это вот это вот одна сущность. А 5,6 это что-то другое. Вот. Надо уже наводить порядок до конца, если наводишь порядок. Заголовки клевые, контрастные, большие. Длинные, наверное. Преимущество работы. Преимущество работы. Загудывая. Ну это для узнаваемости. Или для сеошников. Да, но вообще длинная фраза как-то не очень. Так, тут какие-то кожаные элементы. Тут есть они, тут их нету. А, вот есть кожаные элементы. Но тут они у тебя острые, а тут закругленные. Значит, либо там надо закруглить, либо здесь. Кстати, у тебя тут фейл. Фейл. Ну-ка залезем ко мне в инстаграм. Где мой инстаграм? Заходим ко мне. В UI. UI. И смотрим, как же сделать двойное скругление правильным. У тебя эффект надутых щек. Вот внешнее скругление, оно по значению точно такое, как внутреннее. И в итоге выглядит, как будто у тебя щека надулась. Надо от внешнего скругления, например, 150 пикселей, отнять расстояние до внутреннего скругления. Например, 40. 150 минус 40, значит, вот у этого скругления радиус должен быть 110 пикселей. Тут какие-то очень бледные текстовки. Очень. Такие бледные, что их просто не видно. Ну, не видно, не читается. Это очень-очень какой-то бледный. Бледный. Надо сделать потемнее. Вообще-же ничего не видно. Вот, смотри, классный, серый, доступный, читабельный текст. То, что у тебя воздушное все, это вот тебе плюсик. Но не читаемо, не видно. Надо сделать потемнее. И, наверное, я бы не делал эффект пьяницы. Что-то как-то, может, достаточно здесь вот этих штук поставить просто ровненько как-то, и все. Прямо голова кругом ходит от того, как тут машину расплющила. Там он хорошо, а тут расплющила. И тут голова кругом ходит. Разлетелись элементы. Я понимаю, что это русский беханс. Даже здесь вон загазовали вот эти облачка. Их, конечно, пихают в русском бехансе. Куда не лень. Но вот тут вот рядом с машинами кажется, что эти машины настолько неэкологичные, что вот они всю улицу загазовали. Пройти невозможно. И так в масках ходим. Так еще и противогаз теперь на улицу надо брать с собой. Тут пробела нету. А здесь есть вот это. Слушай, вот это вот прям вообще 5 баллов. 10. Я на пятерке учился по пятибальной. А сейчас же все на десятке учатся. Абзацев нету. Где абзацы? Настройка абзацев. Например, 15. Вот мы сразу понимаем, что вот это надо сделать подлиннее. Абзац должен отделяться не просто разрывом строки, вот этим пиратским флагом, но и самим абзацем. Абзац. Не забывайте, ребята, настраивать абзац. Не забывайте. Так, тут вот все разлетелось. У тебя мало того, что квист тут, мало того, что у тебя от слайдов голова кругом ходит, потому что их там очень много, целых 5, наверное, еще 6 финальный с какой-нибудь формой. Так еще и тут голова крутится. Круговорот от этих штук я бы, наверное, их убрал. И, наверное, как-то вот по линии. Есть вот линия, значит, надо как-то придерживаться. Вот линия же есть. Смотри, как круто, когда линия поддержана. Вообще, я считаю, что вот эти вот псевдо выдавленные кнопки, это максимально несовременно. А вот такие кнопки, градиент выпуклый, еще более несовременный. И тут у тебя совсем по-другому. Там у тебя, тут у тебя стени, тут без стени. А тут у тебя темные на желтом, а тут у тебя белые на желтом. Значит, его надо сделать перекрасить. Белые на желтом вообще ж не видно. Вообще, что там, кто? Это форма. Оставьте заявку. Это очень важное. Очень важное. Вот если издалека посмотрим, то вот эта пчела вообще очень похожа на ДТП. Две машинки просто врезались. Тут человек 2 часа сидел форму контентом, заправлял своим. А потом опять просит добавить. Мне кажется, надо сделать какую-то передышку и где-нибудь вот здесь оставить форму. Да, например, где-нибудь здесь. А так, конечно, 2 формы подряд. Одна из них очень длинная, сложная. Надо поменять местами какие-то блоки. Тогда конверсия у этих блоков, у двух, повысится. А так, один заполнили, на второй уже плюнули. Вот это клево. Конечно, загазованность надо убирать 100%. Может галочки просто разгрузить. То, что эти иконки, это клево. Вот, кстати, такие иконки можно было бы где-нибудь вот здесь, вот в первом экране поставить. На желтеньких кружках. Было бы хорошо. Или вот у тебя иконки, да. Тут же вот у тебя на желтых кружках, тут на желтых кружках. А в первом экране пожадничало. Тоже кружки можно поставить. Хочется разгрузить. Наверное, тут не нужны иконки. Наверное, просто галочки поставить, что у нас вот это, вот это, вот это. Потому что вот у нас тут графика. И еще в иконке разное. Все тянет на себя одеяло. Еще вот сюда пришили точно. Еще вот сюда впендюрили точно такие ключи, как вот здесь. Зачем ключи два раза на одном и том же экране? Два раза одни и те же ключи. Зачем? Надо убирать, надо разгружать. Слишком как-то сложно. Слишком много графики. А вот, кстати, у тебя же есть такая галочка. Да, вот сюда попробовать эти галочки. Тогда у тебя получатся галочки и снова галочки. Да, два блока одинаковых. Так вот, форму как раз-таки можно поставить между этими двумя блоками. И как раз и галочки раздвинем, и формы раздвинем, и будет хорошо. Вот, кстати, клево, когда мы размываем фон. А когда мы размываем на белом фоне, что-то вот центральные какой-то элементы. В итоге у нас голова кругом. Тут голова кругом, тут голова кругом от этих летающих элементов. Ой, вот тут вот хорошо. Тут фон размыли, а тут прям клево. Вот такое бы туда поставить, было бы хорошо. Наши условия все-таки относятся не сюда, а вот сюда. Значит, надо поставить поближе, поближе видеоотзывы. Смотри, какие разные отступы. Тут вот такой отступ, а тут вон какой отступ. В два раза меньше. Надо же, эффект повтора, должен быть эффект повтора. Эффект повтора. Белое на желтом, ну не видно, вообще не видно. Либо залей уже, и то, наверное, даже залитое, оно плохо считывается. Плохо считывается. Надо черненькие треугольнички делать и не переживать. Вот черные треугольники, сразу заметно. Вот ты видишь тут треугольник? Видишь? Куда ты денешься? А тут видишь? Нет. Несмотря на то, что он там есть. Несмотря на то, что уже заработал, цифры хочется выделить. Выделить цифры. Иначе, чего мы делаем с цифрами? Делаем их больше. Например, вот так. Уже заработал. Имя, фамилия. Надо подставить разные имена. Не ленитесь, ребята. Есть плагин для генерации контента. Или просто зашли на какой-то сайт, покопировали туда. Или просто подумайте о прекрасном. Вспомните свои школьные годы. И давайте вспоминать, с кем сидели за партой. Кого за косички дергали. Пишите, это будет намного круче. Не вздумайте. Вот ты же фотографии разные поставил. И башку снесла. Зачем? А? Зачем? Нельзя кнопки ставить на лицах. Либо мы тогда везде ставим снизу. Круто. Вот тут вот круто. Вот тут вот больно. А тут совсем беда. Нет. Вопрос. Вот вопрос. Он хотя бы по смыслу подходит. А чего вот тут вот у нас дерево стоит? Дерево какое-то заблюренное. По-моему, вообще не в кассу. Лучше уже тогда как-то девушку здесь переорганизовать. Или вот эти штуки подвинуть поближе. Может в два ряда. Или вот эти штуки сделать поближе. Ну, точно дерево. Что-то вообще не в тему. А карту лучше использовать не стандартную гугловскую. А через плагины они тогда выглядят намного удачнее. И контакты у тебя... Мы, конечно, понимаем, что вот этот блок контактов. Но все равно заголовок отлетел. Если бы у нас карта была какая-нибудь вот такая, то мы понимаем, что вот оно все лежит на белом фоне. Связано даже с футером. По-моему, вообще даже клево стало. Вот это можно еще скруглить. У тебя там, по-моему, 15 было или сколько скруглений. Вот, по-моему, стало круто. Или тогда делаем вот так, например, карту. А здесь делаем какие-то контакты. И вот оно все вместе, лежа на одном фоне, будет выглядеть одним каким-то блоком. И как-то мелковато. И как-то мелковато. У тебя такие иконки все залитые. Такие иконки все богатые. Богатые на графику. Залитые. Даже пчела эта залито. Все такое залито. А вот тут контурные. Да, вот эти контурные иконки тут потерялись. Вот эти иконки по стилистике выбиваются. Смотри, у тебя везде ПНГшки, 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 ПНГшки. Там строчно есть. Вот сюда бы уже тоже ПНГшки поставила. Или, например, или какие-то вообще можно убрать. В принципе, вообще можно все убрать. Вот здесь вот просто написать телефон. Мы же понимаем, что это телефон. Работаем. Понедельник, воскресенье. Можно записать ежедневно с 10 до 7 вечера. И все. И все. Тоже белые не видно. Белые на... Черные на желтом видно. Белые не видно. И какая-то длинная сосиска. Зачем она такая длинная? Сделать покороче. Ну-ка давай сейчас вот эту форму поставим туда и сравним, что у тебя получилось. Тут у тебя контурная. Тут у тебя залитое. Тут у тебя темно-серый. Тут светло-серый. Ты взяла... Если есть какой-то элемент, мы просто берем его и повторяем. Не надо придумывать новый элемент. Если уже где-то была какая-то форма, значит, то эту же форму будем использовать. Просто пишем другое... Просто пишем другую подсказку и другой текст на кнопке. А так русский беханцев этот чувак просто повеселил. Украл мигалку и бежит довольный, убегает. И вот это, конечно, тоже. Загазовали всю улицу. Где это? Загазовали всю улицу. Теперь без противогаза к машинам не подойти и на такси не уехать. Тут надо как-то разгрузить, местами, может быть, поменять. Летающие объекты это, наверное, субъективно. Но мое мнение, что это... Ну, фу-фу-фу. Вот. Тут в центральный элемент какой-то эффект пьяницы. Карточки клевые, заголовки клевые. Тут, наверное, я бы как-то разгрузил по линии контента все это выдержать. И будет хорошо. Дальше на связи Максим. Первый раз на разборе. Интересно, что скажет опытный дизайнер. Учусь в онлайн-университете больше года. Прикрепляю ссылку на предпоследний проект. Ну, вроде бы открыли то, что просили. Давайте смотреть. Круто выглядят однородные фоны. И потом какая-то графика на них выглядит. Просто потрясающе. Когда мы туда на задний фон вставляем какие-то интерьеры, каких-то людей, каких-то еще что-то. Оно там ничего не видно. Вот круто. Просто круто. Кстати, возможно, есть смысл вот так вот собаку вырезать по контуру. Просто как ПНГшку. А фон вставить фоном. А фон вставить заливкой. И тогда вот эту собаку будет гораздо удобнее как-то потом адаптивить. Ведь нам удобнее адаптивить какой-то один элемент. Вот если бы у нас он тут был какой-то такой, нам бы было его удобно как-то масштабировать, передвигать и все остальное с ним делать. А так вот ты не сможешь. Не сможешь. Да, тебе в любом случае потом к этому придется прийти. Поэтому я бы сразу собаку вот так вот вырезал ПНГшкой. Возьмите питомца из. Вот, к вопросу о предлогах. Возьмите питомца из. Я знаю, есть страна такая, ОС. Страна ОС. А тут какой-то питомец из. Классная кличка у питомца из. Иконки, наверное, мелковаты. Можно сделать покрупнее. Наверное, да. Главное все-таки это какой-то архаизм. Я обычно убираю. И так есть логотип. Мы же понимаем, что логотип идет на главную страницу. Вот сюда можно было сделать какую-нибудь классную анимацию. Например, мы наводим на этот ярвычок. И когда мы навели, он вот так вот как-нибудь подергивается или вниз опускается. Как будто за закладку дергаем. Будет прикольная анимация. А главное можно убрать. И у людей, и у животных одно желание. Тут собака такая, быть любимыми. Быть любимыми. Это же прямая речь. Если тире стоит в начале следующей строки, это значит, что собака говорит. Кто у нас тут? Главный. Если бы у нас была тема вывоз мусора, например. Или с жирком прощаемся. То, от чего мы избавляемся. То у нас движение вниз, оно классное. Оно позволяет нам избавиться, скатиться, избавиться, уехать. А тут мы забираем питомца. Наоборот, должно быть движение вверх. А тут у нас вниз. Взяли и скатились. Куда мы скатились? В Анас. И описание можно поставить по центру. Тем более, тут всего три строки. И отодвинуть. Как-то наезжает. Наезжает. И тогда вот эти здоровенные такие кавычки. И здоровенные какие-то уголки. Тоже надо бы отодвинуть. И слушай, тут все такое закругленное. А тут все такое острое. Оно как-то не вяжется. Тут такая закругленная классная мордаха. И тут закругленное. И тут, кстати, тут закругление есть. А тут вон уже всего два пикселя. Надо добавить немножко, чтобы был эффект повтора. И здесь тогда, наверное, не нужны такие острые углы. И вообще, нужны ли здесь вот эти вот кавычки. Это вот графика ради графика. Эти уголки не несут никакого смысла. Вообще не несут. Лучше сюда какую-нибудь лапку. Да вот буква О есть. Лучше уже вот сюда в букву О добавить. Например, вот у тебя есть какие-то здесь штуки. Берем их сюда. Вставляем сюда, например, лапку вот эту удаляем. Удаляем вот эту лапку. И вот переносим сюда. И вот уже будет какая-то графика. Например, а нас. А уголки вообще бессмысла. Можно этот логотип куда-нибудь вот сюда добавить. Сюда куда-то добавить. Живые фотографии тоже. Если кропаете, старайтесь, чтобы человек целиком остался. Ну, пол башки снесло. Пол башки снесло. Хобот обрезались. Если есть возможность сохранить фотографию, может там же. А, там все, да. А тут у него. Зайдем тоже. Ну, изначально такая фотография уже ничего не поделаешь. Но если есть возможность поменять на другую. Да. Тут все фотографии неудачно обкропаны. Неудачно. Опять какие-то уголки. Мы работаем. И вот в букву О вставить вот эту вот лапку. Кстати, можно так и придумать. Буква О везде в заголовках с такими штуками. Будет намного круче, чем вот эти какие-то острые углы. В конструкциях лучше ставить выравнивание по левому краю. 100%. Лучше, лучше, лучше. 100%. Тут выравнивание по правому краю. Эти же тексты мы должны прочитать. А когда у нас строка перепрыгивает не туда, где мы привыкли ее видеть. Куда-то сюда читать. Слажновато. Слажновато. Поэтому я бы здесь делал по левому краю и не парился. Или вообще сделать что-нибудь вот такое. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И все. И прочитать. Так вот длинно. Может там какая-нибудь супер классная анимация будет. Не знаю. Может быть. Типа мы находимся вот здесь. Поэтому. А, это мы навели. Она загорелась. Вот это можно сделать беленьким каким-нибудь. Беленьким. А где белый? Ребята, а что вы в печеньку не добавляете белый цвет? Уже второй человек. Все добавил, а белый нет. Смотри, появляется контраст какой-то. Белый. А когда все такое. И толщина еще разная. Тут уже тогда тоже надо в два пикселя. Чтобы оно все срослось. И там вылетело. Ну и еще один контейнер. Вот. Вот теперь толщина подружилась. Да, я бы здесь сделал наверное просто покомпактнее. Как-то размашисто так. Какой-то размашисто. Кажется, что очень длинный путь. Очень долго он даже на один экран не поместился. Кажется, что взять питомца это... Кажется, что взять питомца это очень сложно. Куча инстанции. Потому что путь не близкий. Я бы собрал покомпактнее. Привет, меня зовут... А вот здесь вот уже как раз таки напрашивается прямая речь. Элвин. Привет, меня зовут... А, не здесь. Это же вот начало. Да. Привет, меня зовут Элвин. Пам. Меня зовут... И не надо писать привет, меня зовут. Привет, меня зовут. Давайте напишем. Привет, меня зовут Элвин. Да, подняли это все. А меня... А меня... А меня спайк. Вот. Надо же сделать живой текст. А не какой-то... А не какой-то машинный повторяющийся. А я кнопка. А я кнопка. вот смотрите какие живые тексты стали можно даже вот так вот просто кассиопея царица кассиопея я можно я добавить по ховеру да по ховера вот мы попали вот в этот блок такой заголовок там вот сверху у нас будут какие-то менюшки браузера тут будет менюшка винды мы вот сюда наводим и где-то там снизу что-то появляется скролить придет плохо когда блок не помещается в один экран плохо лучше может сделать какие-нибудь и пояснялки прямо вот здесь вот например карточки просто продлить здесь отпустить градиент внутри карточек и как-то вот здесь вот все это собрать мальчик три года бежит мы же видим какого цвета зачем подписывать вот среднего размера это да здоров это вот можно галочку поставить да такую галочку об здоров или поставить одну общую галочку вряд ли кто-то будет в руки чужие отдавать каких-нибудь бешеных щенят правильно значит можно написать такую галочку поставить просто общий зеленая галочка или зеленые щиты или еще к это галочка в щите или чего что-то написать у нас все питомцы здоровы и тогда мы взяли и вот это вот разгрузили все уже не надо вот это повторять цвет тоже не надо повторять мы и так видим какого цвета все вот эти вот штуки можно было сделать какими-нибудь маленькими такими штуками мальчик например вот иконка да не мальчик и девочка а нас конкретно интересует просто мальчик значит здесь мы делаем иконку мальчика вот мы делаем иконку этого мальчика да вот тут мы потом пишем три года один месяц прям цифра вот так вот три года один месяц белым наверное да там же белым должны читаться и наверное белым и размер средний и написать среднего размера может в две строки может еще как-то в общем под собрать вот эту карточку например вот до таких размеров и будет намного лучше и даже наверное не похоже ру а сразу показать сразу показать кто есть что чтобы не надо было наводить вот сидеть и наводить сидеть и наводить просто увидели сразу все контакты конечно под крупнее тут отступа тоже никакого не смотри сколько воздуха тут вообще впритык делаем контакты покрупнее социальные сети позаметь не тут же очень сложно понять где у тебя instagram где у тебя что а потом в адаптивах пальцем нажмешь тебя по открывается сразу все социальные сети глаза разбегутся надо все это делать тут же вон у тебя смотри как крупная и размашистая а тут контакт это просто информация а это важная информация это контакты где как как связаться поэтому футер конечно же хотелось бы доработать и здесь живые тексты не надо привет меня зовут привет меня зовут да вот давайте живые тексты дачи на связи эдик здравствуйте несколько фидбэков назад отправлял было совсем по-другому посмотрите сейчас буду рад крития и так ну правки мы не смотрим ребят это же не честно мы твою работу смотрели пусть ее даже полностью переделал ты внес правки молодец все если нравится добавляй в портфолио ведь это не честно тебе смотреть второй раз а кто-то вот пишет можно таймера на разбор и поставить потому что сколько раз сколько сколько подписано ни разу не успела на разбор а ты просишь тебе посмотреть правки это нечестно поэтому вот можете пока почитать я водички попью по второму кругу мы не смотрим пойдем смотреть вторую работу спасибо огромное пожалуйста арена чтобы никому обидно не было так а что у нас тут все как-то налеплено не пойми где одна страница где другая наверное надо изменить оттенок что-то за всем какая-то беда беда может вот так сделать да хотя бы вот так тебя навигация сливается с логотипом и логотип не должен быть точно такой можно там на один пиксель больше или или жирнее или чё как-то но он абсолютно визуально точно такой же как навигация надо сделать его побольше ну ждет так постеснялась вот мы теперь понимаем где у нас логотипа где у нас что и может даже еще к ним в жирне опять же смотря какой то моготип изначально но мы должны понимать логотип все остальное тоже логотип потерялся все абсолютно одинакового размера вроде оттенок чуть-чуть другой на визуально нет контраста должен быть контраст и может его сделать белому какой то такой вот какой там такой мутного ты можешь сделать белым попробовать а может не надо белым не очень стыкуются вот эти цвета стыкуются как-то не очень. Надо вот к этому цвету подобрать другой цвет. Я это делаю, например, через плагин. Называется он Color Compass или Color Overlay. Никак не запомню. Color Compass. Значит, чего? У нас есть вот такой цвет, да? Берем его вот сюда, нажимаем Update и вот, пожалуйста, у тебя пошли сочетающиеся цвета. А вот эти, мне кажется, цвета, они как-то, как-то немного эффектуют. Или вот, например, оттенки взять. У тебя был какой-то вот такой оттенок. Значит, футер можно попробовать сделать чуть-чуть с той же гаммы, но светлее. Или, наоборот, темнее. В данном случае, наверное, светлее будет в самый раз. Тут у нас что? Кольца сортировать по популярности. Слово сортировать, оно такое. Я обычно пишу просто. Сначала популярные, сначала дорогие, сначала дешевые, сначала по алфавиту. Вот. Сортировать. Сортировать это как будто призыв к действию. Как будто вот сюда надо нажать. Сортировать. Отсортировать. Нет, это ж не кнопка. Названия все супер короткие. Но как только заказчик придумает добавить второе слово, всего лишь второе слово, даже не второе предложение, а просто второе слово, все сломается. Это все нужно делать на этапе дизайна. Файна, файна, файна. Вот. И все сломалось. Автолая вот не настроен, ничего не настроено. Цифрука лучше сделать с каким-нибудь, наверное, подложкой. Тоже очень-очень близко. Пальцем даже курсором сложно попасть в двойку. Представляете, потом пальцем нажмешь на двойку, у тебя сразу откроется и вторая, и третья, и первая страница. Будет все, конечно, тяжело. Тяжело, тяжело. И, наверное, мелковато. Мелковато. Это же все-таки колечки, которые хочется посмотреть. Я бы предложил заказчику здесь делать намного, намного... А, еще, вот, ты крупного, еще крупнее, чтобы мы могли посмотреть. Слушайте, давайте зайдем в... Давайте свадебное Минск. Посмотрим такое что-нибудь. Решение Памгу. Дико у нас вроде популярное, да? Во, кольца какие крупные! Зацените! Крупные кольца, и они на чистом фоне все ничего не отвлекает. У тебя еще и фон кстати грязный, да? Смотри, заходим вот сюда. У тебя фон какой-то он такой грязный и мутный. Смотри, как классно, чисто и крупненько, да? Вот в два раза крупнее. Давай на другой сайт зайдем. Тут посмотрели, все круто. Вот здесь у нас что? Тоже на чистом белом фоне все вот это выглядит сочно, классно и ярко. Смотрим какой размер. Наверное, покрупнее. Эй, не туда вставил. Вот так. Ну, плюс-минус одного размера, но фон смотри, какой грязный. У тебя еще вот это отзеркаливание вводит в заблуждение. Непонятно, где конец, где начало вот этого перстня. Он двойной, то есть он и туда, и туда, или он одиночный. Надо сидеть, разбираться. Мне кажется, что вот. Давайте еще пару штук откроем. Вот тоже. Смотри, какие здоровенные... Вот! Вот, зацените, какие здоровенные, классные кольца. Эй, вот так вставляем. Вот, насколько они больше. Мы уже можем детали рассмотреть. Вот, представляешь, мы вот это вот все уменьшаем, и вообще ж не видно, что там какие-то соты есть. Вот, до твоего размера. Как понять, какой здесь узор? Вообще ж ничего не видно. Нам же хочется из каталога уже понять, о чем речь. Конечно, мы можем зайти туда, провалиться внутрь, и там рассмотреть большую фотографию. Вы представляете, сколько колец? Их же может быть 100, 200, 300, вообще тысяча каких-то наименований. И каждый вот так вот сидеть, открывать, закрывать, открывать, закрывать. Ну, это просто неудобно. Это вот плохой UX, непродуманный. Вот, мы можем уже в каталоге понять, нравится нам этот узор или нет. Надо нам вот эти вот соты, в которых там будет потом все в грязи, или не надо. Или вот такой вот красиво, некрасиво, тонкий, нетонкий. Тут вот даже вот этот брюлик, если мы уменьшим, мы даже не заметим, что он там вообще, скажите, просто какое-то составное кольцо. Поэтому я бы сделал на белом фоне. Давайте еще. Давайте вот в Москве посмотрим, какие у них там. Москве. Посмотрим, какие у них там сайты. Ювелирка, ювелирка. Так, это реклама может где-то не то нам посунуть. Вот, посмотрим. Что у них тут с ювелиркой? Может, это только в Минске все на беленьком? Нет, смотрите, на беленьком, на беленьком. Смотрите, какое все крупное мы можем рассмотреть. А тут вот на каком-то другом оттенке, да? Но тоже на чистом. Чистый оттенок, без какой-то грязюки и крупная, крупная, крупная детали можем прямо отсюда рассмотреть, да? На сереньком, но все равно крупно. Вот этот серый, смотрите, какой он чистый. Заходим сюда, а тут просто муть какая-то. Вот это вот точно отзеркаливание надо убирать. Оно вводит в заблуждение. Какую-то такую вот тенюшку добавили, этого будет достаточно. Вот мы уже можем рассмотреть. Конечно, надо делать крупнее. Крупнее все. Крупнее предусмотреть длинные названия. Вот, кстати, давайте посмотрим. Длинные названия. Тут вообще без названий, потому что правильно. Колец миллион, как их называть, непонятно. Кольцо номер один, кольцо номер два тоже непонятно. Нужно ли вообще название у колец. А вот тут длинные названия. Там вообще не было названий. А тут, смотрите, обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами. Обручальное кольцо из белого золота. Какие длинные названия. Попробуй вот это название себе в макет подставь. Вообще все с ума сойдет. Да, это все, конечно, надо дорабатывать. Даже на странице товар у тебя все настолько мелкое. Тут вообще должна была быть вот такая фотография. Вот давай откроем страницу товара. Вон какое кольцо. Кольчища. Кольцо, которое на шею можно натянуть. А у тебя что? Золотое кольцо. Даже непонятно, где тут кольцо. Просто какая-то веточка. Как, куда надевать, что. Да, тут все надо дорабатывать. Да, надо дорабатывать. Просто попробуй сделать его белым. Для начала. И сделать крупнее. Крупнее, крупнее, крупнее. И тогда уже от этого начнешь плясать. Когда ты уже добавишь белый цвет, какие-то яркие акценты появятся. Все по-другому передел. У тебя какое-то оно такое унылое. Твой сайт просто скуксился. Надо сделать его таким жизнерадостным, беленьким, цветным. Смотрите, вот второй цвет добавили. Черно-белый и золотой. Как круто. Какие классные, яркие. Яркие везде. Давай вот тебе еще один вот этот сайт откроем. Вот смотри, какие крупные. На белом фоне. Какое все чистое, офигенное. Заходим на страницу товара. Крупное кольцо. Опять на шею взяли, натянули. А у тебя куда даже в бензинец не влезет? Да, просто попробуй сделать вот такой чистый аккуратный сайт, потому что твой реально скуксился. Скуксился? Говорю как есть. Дальше в радиорубку залетает Виктор. Приветствую, Алексей. Моя работа, которую утвердили. Хочу узнать о ошибке. Сори, я тут еще не знал, что такое мастера. А вон же уже. Уже узнал. Под конец уже узнал. Комплексное сопровождение программного обеспечения. Учету и ответственность. ПО. Программное обеспечение. Раз оно висит у нас здесь, это значит не предлог. Ведь все предлоги должны переноситься. Ребята, запомните, просто всегда переносите предлоги. Всегда. Какие бы они ни были. В три буквы, в одну, в две, может в четыре бывают. Не знаю. Переносите. ПО. Программное обеспечение. Конечно же, это надо было ставить вот сюда. Вот сюда. Вот. Убирать вот этот разрыв строки. И сделать вообще, наверное, в один цвет. Все вместе. Делать вот таким вот желтым. Вот таким. Эй. Лишнее перекрасил. Тут слово висит. Тоже некрасиво. Сюда мы не можем ей в лоб этим словом. Значит, надо сделать вот так вот. Сдача. Сдача тоже некрасиво висит. Сдача отчетности. Вот у нас есть цельная фраза. Введение всех участков налогового учета. Все, фраза закончилась. То есть, не надо вот эту сдачу оставлять здесь. Сдачу. Заберите свою сдачу обратно. Сдача отчетности и консультирования в области. А потом, что за область? Бухгалтер. Вот, по-моему, так и в самый раз. То, что у нас тут небольшой пиратский флаг. Ничего страшного. Кто вам говорит, что надо делать вот эти вот прямоугольники. Поэтому мы здесь оставляем предволок, чтобы у нас тут был прямоугольник. Ребята, вот эти тексты, это не для вас. Эти вот тексты. Потом люди сюда придут и будут читать. Им вообще фиолетово. Предлоги, не предлоги. Это мы, дизайнеры, мы понимаем, что такое висящий предлог. Люди придут, а они будут понимать, что такое учет и отчетность. Какая разница, какой там предлог. Им важно прочитать тексты. Конечно же, предлоги надо переносить. Вот здесь вот буллет тоже. Не должна строка подлазить под буллет. Должна вот отсюда начинаться. Когда я не знаю, нужна ли вторая буква, я просто открываю Google. Или кто открывает Яндекс. Вставляем сюда. И вот, пожалуйста. Оказывается, нужна. Оказывается, нужна. Надеюсь, что заказчик там не просто волосится и добавит. Потому что будет неловкая ситуация. Так, девушка довольная славянка. Все тут в порядке. Все хорошо. Подчеркивание не надо. Это как-то по старперски выглядит. Можно отодвинуть, сделать повоздушнее. Чтобы когда мы нажимали на ссылку, не нажимался телефон. А ведь телефоны потом в адаптиве сделают, скорее всего, тоже нажимаемыми. Оттенок какой-то другой. Тут какой-то золотой оттенок. Тут какой-то желтый. Тут какой-то лимонный. Надо бы привести все к одному. И тому же цвету. Вот это, наверное, тоже главное. Лучше название написать. Название какое? Что это за название? Легат. Вот напиши здесь. Легат. Кстати, логотип вообще не виден. Тут, возможно, можно было бы... Возможно, можно. Возможно, сделать тут какой-нибудь вот такой вот ярлычок. За который можно было бы подергать потом. Да? Вот сюда, под логотип. И на нем... Так, хедер наверх. Что? Почему у тебя так все сгруппировано? Или это я не разобрался? Не прочитал инструкцию, как пользоваться твоим макетом. Вот, мы сделали уже покрупнее. Уже будет получше. Попробуем сделать его вот таким лимонным. По-моему, пятнышко такое. Теперь он еще и указывает на... На что он указывает? На название. Как вариант сделать? Просто попробовать сделать вот это слово позаметнее. Потому что вообще ничего не видно. Просто какая-то там каракуля. А тут, оказывается, еще и Фемида стоит. Вон она чего. То ли горка, то ли пустыня. Что-то заблокировано. Да? Даже заблокировала ее. Возможно, она тут вообще не нужна. У тебя тут девушка ушла. Значит, девушка у тебя вырезана. Висит в воздухе. Значит, мы вот это делаем каким-то вот таким оттенком. И все. Вот она сидит за каким-то там столом. А здесь вот так вот по этой же линии поставили... Не знаю, нужна ли здесь вот эта балэба. Я бы, наверное, убрал. Балэба. Есть такое слово? Балэба. Есть же такое слово? Балэба. Ну-ка, Балэба. Балэба. Что это такое? Балэба. 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 Молодежный сленг. Определение слова. Сорян, ребят. А в топ что такое? Сорян. Ну, кстати, похоже было. Так вот. И теперь нет проблемы с тем, что выпрыгивает под буллеты. И может даже сделать двойной пробел, чтобы отодвинуть. Он налазит. Можно даже оставить как есть без вот этой штуки. Сидит девушка. Сидите. Не надо. Здесь вот графики очень много. Значит, здесь можно сделать повоздушнее. Тем более у тебя потом пойдет вот эта графика. Опять же, вставили фотографию просто ради фона. Для чего? Чтобы ухудшить считываемость фотографии. Ведь непонятно, кто там, что там. Видно еще это люди сидят и что они там делают. С кем мы работаем? С кем? Ну, я бы тоже, наверное, сделал просто на однородном фоне. Вон, на однородном фоне. Зацените, как круто, когда на однородном фоне. Когда все на однородном фоне. Контент слева, изображение справа. Просто изображение. Сверху контент, снизу контент. Смотрите, как круто. А тут мы вот... Мне кажется, это вот такой вот подход. Он сразу состаривает. Сразу вот просто насыпает слой пыли на такой вот макет. Я бы не делал. Не делал, не делал. Кстати, напишите в комментариях, а как вы относитесь к контурным иконкам. Я знаю, что есть одна злодейка в инстаграме, которая просто орет матом на эти контурные иконки. Вот мне нравятся они ей и все. И всех учат обходить стороной вот эти контурные контуры. Ну-ка, напишите, а что вы думаете? Контурные иконки. Как? Как вам? Она прям матом таким... Что-то миллион разных стилистик. Какая-то кожаная история пошла. Тут что-то торчит. Тут вот отступы такие и такие. Надо уже сделать с трех сторон одинаковые отступы. Тут вообще... Тут вон еще какая-то... Там контурное что-то торчало. Да? Вот такое вот. Вот какое-то такое. А тут вообще какая-то... Надо эффект повтора. Ребята, делайте эффект повтора. Нужен эффект повтора. И уже что-то одно придумали. Значит, повторяем. У тебя золотого цвета, кроме вот этого. А его, скорее всего, лучше... Больше не было. Везде был какой-то лимон. А тут бац! Золотой появился. И, наверное, не нужен вот этот телефон старый. Может тут просто сделать какие-нибудь аккуратные вот эти штуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И все. Не выдумывать вот эту телефонную трубку. Потому что потом в адаптивах все оно будет сжиматься. Оно потом налезет одно на другое. Верстальчик просто убьется. Да и, в принципе, оно как-то выглядит. Звоните. Так ты номер телефона оставь. Что ты мне телефон нарисовал? Номер телефона. Куда звонить? Куда? Где номер телефона? Вот куда мне звонить? Куда? Оставь номер телефона. Вот просто какой-то заголовок. Наши преимущества. Потом пошли наши преимущества. Раз, два, три, четыре, пять. Или раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или еще когда. И снизу давайте созвонимся. И номер телефона. Хотите мы перезвоним. Форма обратного. Кнопка обратного звонка. А то просто телефон звоните. А вот есть, смотри, вот есть Мы тогда вот это вот с этим совмещаем Делаем вот здесь вот преимущество, а снизу форма Давайте свяжемся и все, не надо этот телефон Не надо, точно не надо Сама форма хорошая, оставить телефон Давайте Давайте Созвонимся Большой, значит Две сроки надо, значит вот это тоже Наверное по левому краю, раз у тебя все по левому краю Значит вот это по левому краю Мы перезвоним в течение уже такое слово в течение конечно же это мне кажется уже стыдно писать в течение и мне кажется стыдновато должно быть немножко ну немножко должно же предлоги 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 смотрите смертельный номер запускаем один плагин сбоу типограф да он нам чего-то там пишет предлоги еще для предложения предлогичина всей странице еще один плагин запустили 1 кнопку нажали везде все оттипографировали. Вот и все. Не надо париться с предлогом. Просто запомните. Всегда переносим предлоги. Значит, что делаем? Всегда нажимаем одну кнопку запустить плагин. Кто не знает, что это за плагин, это вот такой вот плагин с Ball типограф. Запускаем, нажимаем. А, он сам. Он даже сам все делает. Главное, чтобы не был выбран текстовый блок. Если выбран текстовый блок, он наводит порядок внутри этого блока. Если ничего не выбрано, он наводит везде, кроме если вдруг, например, вот тут вот. Тут у нас есть жирное начертание и обычное внутри одного текстового блока. Раньше типограф не работал в таком случае. А сейчас вот, кстати, сработал. Да, сейчас же он перенес. Наверное, разработчик просто доработал и теперь вообще все стало хорошо. Да, вот тут, наверное, не нужна вот эта кожаная история. Что у нас вообще там? Подождите, а про что у нас речь? Комплексное сопровождение по учету и о чем? Причем тут вообще какое-то мебельное производство, розничный магазин, салон красоты. Салон красоты кожи. Как это вот эти кожи. Что-то придешь тебе там на щеку что-то там пришьют или что? Зачем вот эти штрихи? Не надо, не надо, не надо. Смотри, как мы взяли, разгрузили, сразу чище стало. Тут, наверное, надо какая-то табличка. Например, снизу слева перечисление, а справа расшифровка. Какое-то жирное. Это так изначально было или это я уже что-то нахимичил? Мебельное производство. Если у нас есть заголовок и есть контент, то заголовок надо сделать поменьше. Не надо заголовок растягивать на ширину контента. Намного круче выглядит, если заголовок будет... А вот сразу нашли косяк. Вот. Когда слева и справа есть отступы. Слева и справа отступы. Тут строка не настолько длинная, чтобы ее делать в две строки. Хотя, раз учитывая все в две строки, можно было бы и здесь не потянуть. Значит, вот так. Салон красоты. А вот это вот все опускаем. Тогда опускаем, опускаем, опускаем. Оставить заявку. Там кнопки были залиты какие-то круглые. Тут уже какая-то полукруглая пошла. Мы просто взяли кнопку и скопировали ее. Почему? Она у нас пострадала по пути. И размеры другие стали, и пропорции другие, и закругления другие. Вот хороший логотип. Там сверху можно было бы тоже сделать его покрупнее, чтобы был заметный. Чтобы был заметный. Мне кажется, сюда зашел бы какой-нибудь темный вот такой вот футер. А все остальное сделать беленьким, светленьким. Потому что четверка зависла. И мы в русском языке нету такого слова. Ну, что тебе с телефоном случилось? E-mail. Он у нас электронная почта. Электронная почта. Да, электронная почта. Она у нас вот такая. Или вообще можно убрать эту электронную почту и перекрасить саму электронную почту. Вот это убираем, а вот это перекрашиваем. Вот так делаем. Вот мы сразу понимаем, это ссылка. Вот это что-то я забыл перекрасить, да, беленький или какой-то там. Какое-то такое окончание сайта. Темное такое пятнышко. Да, надо разобраться с повторениями. Разные скругления, разная толщина, линия. Тут такое. Там что-то вылазит. Там лимонный цвет. Тут какой-то золотой. Все как-то пляшет. Тут телефон без телефона. Все как-то вот оно пляшет, пляшет, пляшет. Просто надо вот аккуратно навести порядок. Сетка есть, сетки нету. Нету сетки. Тут вот этот балет, вот эту штуку надо было убрать. Сделали как-то почище. Вот сделали почище и стало хорошо. Вот первый экран, второй экран. Теперь вот они такие хорошенькие, аккуратные. А тут, конечно, фоновая фотография. Я не знаю, нужна ли она. Не знаю. Но тут вот точно вот эти вот штуки я бы поубирал. Смотри, как чисто без нее стало. Поубирать элементы, разгрузить, посмотреть отступы. Тут у тебя вот такой отступ, тут такой. Сделать одинаковые отступы. Тут, например, вон какой отступ. Значит, до следующего блока этот отступ тоже должен быть вот такой. Вот. Значит, и снизу у этого блока должен быть такой отступ. Или просто взять другой отступ за шаблон и сделать все отступы вот такие. Опять же, открываем лендбук и смотрим, насколько воздушные отступы между блоками. Вот смотрите, какие воздушные блоки. Поэтому не надо, если у нас лендинг, не надо вот пихать одно на другое. Можно сделать воздушные 100, 120 пикселей, даже 150 между блоками. Это нормальная история. Нормальная. Так, что у нас тут? Приятно писал маленький лендоз. Потом вспомнил, что у меня главная страница многостраничного сайта. Может, будешь задавать вопрос про сетки. Было два фрейма, две сетки. Два фрейма, две сетки. Два фрейма, две сетки. Так, а чего ты не пользуешься колонками? Если ты не пользуешься крайними колонками, то у тебя сетка неправильно настроена. Неправильно. Надо просто сетку перенастроить так, чтобы она начиналась у тебя здесь и заканчивалась вот здесь. Просто сделать меньше расстояния в колонках, тогда сетка станет просто хорошо. А так вот у тебя что-то вообще тут не по колонкам, не по колонкам, что-то не попало, не попало, не попало. Наверное, как раз таки потому, что не попало. Тогда мы ее просто выключим, чтобы никто не переживал. Вот, Темный футер, если вдруг ты дальше смотришь, зацени, тоже темный футер, какие воздушные классные отступы, сразу понимаем блок контактов, блок навигации, вот это я бы наверное поставил как тут по линии, все-таки когда взгляд цепляется за линию, это клево, тут он цепляется за правую линию, но она не настолько очевидна, ее там нету, а тут вот она ярко выраженная, это линия, поэтому сдвигаем сюда и прекрасно все будет, вот, смотри как круто, форма чистая, такая аккуратная, никакого спама, только полезная информация, тут можно восклицательный знак поставить, это очень важно. Классно, есть призыв к действию, есть расшифровка, не бойтесь, вот почт, нет же в русском языке слова mail, нету, это кто у нас такой красавец, ааа, понятно, а вы знаете какой курс прошла Виктория, угадайте, правильно, привет, мой маленький выйдник, буду очень рада критике этих, слушай, клево, чисто, смотрите как чисто, мы понимаем где подзаголовки, все такое аккуратное, отодвинутые, иконки в одном стиле, круто, просто огонь, огнище, да вот просто зашла похвастаться, смотрите как я умею, да клево же. Клевый эффект повтора, вот у нас есть закругление, 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 так, у нас тут есть тень, а есть ли еще где-нибудь тень? Тут тень, да, ну я бы тут тень убрал, тень клево делать у белых блоков, а вот у цветных на самом деле тень даже и не нужна, а тут вот закруглить ты забыла, да, что ты, ты не закруглила, тут же тоже тогда надо 20, эй, не тут, вот здесь, в последнем 20, раз уже закругляем, то закругляем, а еще у тебя эффекта повтора нету в кнопках, вернее есть во всех, кроме вот кнопка наверх. Тут такой леденец, тут леденец, тут леденец. И в первом экране тоже какой-то леденец на палочке. А тут что? Почему-нибудь взяла бы с первого экрана, поставила сюда, одеркалила, повернула бы на 90 градусов и получается классная кнопка. Слушай, ну всё клёво. А, кстати, когда ты делаешь такое, лучше делать вот так вот сразу. Делаем вот так вот, чтобы сразу везде всё предусмотреть. Кстати, верстачку надо же объяснить, как мы делаем. Вот так вот, до сюда тянем или до футера, или ещё как-то. Вот, кстати, вопрос появляется. Если ты ему покажешь, что надо тянуть, значит он будет тянуть. А если ты обрежешь в первом экране, он у тебя так и оставит вот эту штуку в первом экране. Когда ты проскролишь, оно у тебя всё там и останется. А если ты задумывал вот так вот продвигать вниз, значит надо продвигать вниз. Классно, чисто, мне нравится. Все отступы классные, предлоги классные, да, все висячие предлоги классные. Давайте запустим наш плагин. Сколько он нашёл предлогов, пробелов 11 удалил, неразрывных пробелов. В 94 неразрывных пробелов подставил. Представляете, какой молодец плагин. Плагин молодец. Может вот эти штуки сделать синий, но есть в печеньке синий. Да, всё-таки навигация, это же ссылка. О, как круто. В одном месте поменял, везде поменялось. Молодец. За это прям хвалю. Так, тут расстояние должно хватить для того, чтобы вот это не разрывать. Чего это ты перенесла? Не надо, вот в одну строку. Вот, смотри, как хорошо в одну строку. Чего это ты взяла и поломала. Про свет. Подожди, про свет, это вряд ли тут дефис. Тут, наверное, вот так должно быть. Про свет. Вот так вообще стало хорошо. Подробнее, подробнее. Так, размер. Чего у нас тут? 20. Сейчас мы проверим. 20. 20. Берите пример. Прям огонь. Узнать больше. В первом блоке клёво всё-таки сделать через кнопку. Я бы вот здесь вот сделал какую-нибудь такую кнопку. Может быть даже закруглённую. Раз у тебя там везде кружки какие-то. Вместо вот этого сделать кнопку. Всё-таки это первый экран. И текст на кнопке должен быть не узнать больше, скорее всего, а записаться или зарегистрироваться. У тебя же тут есть форум. У тебя же есть какие-то форумы. Значит, и тут должен быть призыв к действию. Вот такой царский, самый важный. Зарегистрироваться. Записаться. Посмотреть календарь. Узнать её. Или ещё что-то. А подробнее это вот потом уже туда, где-нибудь там. Клёво. Нижняя часть прям вообще супер. Клёво. Молодец. Хвалю. И последним вагон успела Алёна. Привет, это мой первый интернет-магазин. Идёт туго, делаю уже долго. Поэтому очень важное замечание. Критика по поводу драгона. Сомневаюсь. Очень важно твоё мнение. Бам-бам-бам-бам. Так что не сдерживайся. Не сдерживайся. Ну и ладно. И не будем. Так, не будем. Значит, смотрите. Нам дали очки. И нам хочется увидеть какого-то такого зловещего, здоровенного дракона. А тут какой-то червяк такой прилетел. Что, кто, кому-то, что не пустит. Вообще. Я бы этого дракона попробовал поставить куда-нибудь вот туда за персонажа. На задний план. Так, как тебя туда впендюрить? Вот так. А, тут какое-то ещё забеление какое-то есть. Куда-нибудь дракона вот туда. Что-нибудь вот такое сделать. Вот если будет какой-то такой здоровенный дракон, конечно, оно будет восприниматься как-то совершенно по-другому. А когда тут летает какой-то такой червяк, ну, ребят, несерьёзно. В таком случае, если мы дракона такого оставляем, вот этого червячка убираем. Вот это, например, попробуем куда-нибудь вот здесь разместить. Да, акция действует, например, вот так. Так, тогда надо будет спасать хедер, чтобы он был как на какой-нибудь белой подложке. Хедер, где-то хедер вот сюда на задний план. Нет, вот сюда. Вот, хедер мы спасли. Могли ему добавить, например, ещё эффект тени какой-нибудь. Вот, хедер читается. Дракон здоровенный, здоровенный. Пусть выглядывает. Может, вот так вот попробовать одеркалить его вот сюда. Что-нибудь, вложим, вот такое зловеще. Прям накрыл первый экран. Чувака не видно, да? Давайте попробуем вот так спасти. Вот, даже дракон теперь указывает на соне. Вот, слушайте, круто же стало. Круто, круто. По-моему, огонь. Тут ничего не конфликтует практически. Можно ещё чуть-чуть это отодвинуть. Хвост пусть выглядывает. Да, вот теперь вообще шикарно. Шикарно. То, что надо. Вот теперь это дракон. Прям дракон-дракон, а не какой-то там червячок. Червячок. Sony PlayStation, либо Sony PlayStation сделать тонким, либо VR сделать тонким. Чтобы оно не сливалось всё-таки. Чтобы мы понимали, что это VR. Ну, я бы так... Может, кто-то ругаться будет, но я бы попробовал делать так. Вот это можно сделать до... Оставляем опять предлог этот. Переносим, конечно же. Всё, по-моему, будет клёво. Вот. А ещё можно попробовать этого дракона. Знаете, чего с ним сделать? Перекравить. Вот, это тоже на химичиваю. Чего-то попробовать где-нибудь найти и сделать его каким-нибудь оттенком. Значит, мы берём прямоугольник. Это у нас будет маск. Это у нас будет пик. Pictures, да, на всякий случай. И сюда, и вот сюда, над маской мы делаем ещё один прямоугольник какого-нибудь синего цвета. Например, ломаем, заходим вот сюда и ставим, например, на color. Вот, у нас теперь будет какой-то вот такой синий. Вот, и чтобы вот этого всего не было, выбираем маску, маску, нажимаем на маску. И теперь у нас дракон стал другого оттенка. Теперь он будет отличаться от нашего персонажа. Попробуем просто снизить непрозрачность. Что-нибудь 80, нет, может 40. 40. Вообще-то что-нибудь меняется. Да, меняется, оттенок появляется. Надо спасти вот этого персонажа. Персонажа надо спасти. Сделать его каким-то цветным. Может его просто сделать побольше. В общем, не буду уже время тратить. То есть, надо как-нибудь цветом отделить дракона. Ну, сейчас вот дракон прям хорош. Прям видно, что не червячок. Так, раз уже моего мнения спросили, значит, я бы вот это сделал черным, а вот это серым. Да, цена я сделал бы красным. Старая цена я бы сделал красным. Где красный? Ничего красного нет. И зацените, как... Кстати, зеленый я бы тоже убрал. Зеленый сделал бы тоже вот таким черным. Зацените, как круто, когда мы меняем одну карточку, а починили сразу всю страницу. Ведь это все было тоже вот таким зеленым. Вот. А зеленый, зеленый он кликабельный. Зеленый это все-таки какая-то ссылка. У нас это не ссылка. Ссылка у нас вся карточка. Кстати, карточку я бы тоже вот так вот убрал. Сделал бы просто чисто аккуратные карточки без всяких теней. А вот по наведению уже, когда мы наводим, там уже можно будет добавить тень. Эффект. Заходим. Эффект big. Вот сюда добавляем какую-нибудь такую тень. Эту карточку на самый верх. Чтобы она налазила на соседней своей тенью. Вот. Теперь уже можно. И возможно по наведению ее делать через fade. А почему тоже белого нет? Вот третий человек в печеньку не добавляет белый цвет. А почему вы туда в печеньку не добавляете white? Он же должен быть вот здесь в печеньке. Ну. Как вы так делаете? Так вот. Смотрите, как сразу стало чисто, круто и офигенно. Чтобы сравнить, как было... Мы вот это сделаем скриншотом. А теперь отмотаем в обратную сторону. Вот. А, программа вылетела, да? Ну ладно. Раз уже последняя работа, не буду ее запускать. Зацените, как стало чисто, клево. Да, вот эта тень, она как-то не современит все остальное. По-моему, стало клево-клево, клево-клево. Может тогда и вот это сделать красным. Вот таким. У тебя красного нигде нет. Кстати, можно попробовать куда-нибудь в букву А, например, сделать красную в логотипе. Или еще что-нибудь попробовать красного добавить. Вот эту штуку красным сделать. Вот тем моим красным тоже его добавить куда-нибудь. Или хотя бы здесь добавить желтым. У тебя тут не хватает чего-то желтенького. Вот это можно попробовать сделать вот таким. Желтым. Все, тогда оно будет пересекаться со всем остальным желтым. Тогда возвращаем желтый обратно. Все, вот так вот быстро мы все подружили. Хедер у нас теперь дружит с заголовком. Дружит, дружит. Дружит, дружит. Вот этот, наверное, можно было сделать побольше. Отступ. И, наверное, это же хедер у нас теперь. Изначально хедер бы отодвинуть немного. Отодвинуть изначально, чтобы хедер сразу, как только мы загрузили сайт, он туда не залазил. Или вообще, знаете, что сделать? Оставить, как есть, как есть. Вот это, как есть. А просто растянуть. Вот, все. Класс. Теперь вообще шикарно. Теперь я прям доволен, не могу. Так, смотрим. Перейти в каталог черный какой-то не очень. Те же там желтенькие кнопки. Желтые где-то там. Какого-то? Желто-черное. Да, должно же черное быть. Все-таки черное лучше смотрится, чем синее на желтом. И сюда тогда тоже через печеньку черные. Клево. И тут такую же историю делать, как в первом блоке. Они тогда лучше подружатся, во-первых, с футером, эти блоки. А во-вторых, будет эффект повтора по стилистике. У нас в первом экране на всю ширину. И тут такой серенький на всю ширину. Вот они подружились. И, конечно же, по линии. Что там сеткой? Какая нарядная сетка. Как ты так работаешь? Не знаю. Я бы сделал точную сетку поменьше. Ну, зачем-то. Не знаю. Я бы сделал сетку поменьше. Не знаю. Там 7%. Можно вообще 4%. Сетка должна помогать. И так оно прям давит на себя. А так это не сетка, а какой-то забор получился. И все вот это тогда берем и делаем по сетке. По сетке. Так. Ну, только нужно сам логотип сделать поменьше. Где ты там логотип? Ну-ка, иди сюда. Где ты там? Сделаем какое-то скругление. Надо посмотреть, какое-то там было скругление. А сам логотип внутри контейнера, конечно, делаем поменьше. Не должен быть логотип на всю ширину контейнера. Не должен. Вот тут вот тоже надо уменьшать. Вот был в принципе нормально. Тут вот в край это все. Надо логотипы, надо отодвигать. В любом брендбуке... Вот давайте зайдем в брендбук. Брендбук, логотип. Брендбук, логотип. Заходим. И смотрим, чего у нас разработка. А, пример давайте наберем. Пример. Пример брендбука. В картинке. Так, картинки. Вот, смотрите. У любого, как тебя тут скопировать. Вот первая же, первая же картинка. Да. Вот. У любого... А тут плохо видно, да? Или нет? Или видно. В общем, у любого логотипа, вот, две клетки отступа. От логотипа до контейнера или до соседнего элемента, везде должны быть какие-то отступы. Тут есть что-то с отступами? Где, какой пример найти? В общем, поверьте мне, 100% будет отступ. Кстати, этот ролик вышел у вас, уже вышел. У меня еще только выйдет в пятницу. А раз, если вы его смотрите в пятницу, то завтра, в субботу, будет совместный стрим с Антоном, который разрабатывает логотипы. Вот, кстати, можно будет это спросить. Надо ли отступать? Вот, видите, есть какая-то граница. Не знаю, как она называется у логотипщиков. Вот у Антона спросим, как вот эта штука называется. Безопасная зона, наверное. Так вот, эта безопасная зона, где-то там? Где? Вот здесь вот тоже должна быть эта безопасная зона. У тебя здесь безопасной зоны нет. Значит, мы вот это просто перекрашиваем через печеньку в белый, а вот это уменьшаем. Смотрите, как сразу становится круто. Круто. Появляется воздух вокруг логотипа. Вот. Это на всю ширину. Тут по сетке сделать. И тогда где-нибудь тоже по сетке подвинуть. Что-то... А, вот этот стоит по сетке. Вот это по сетке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может, надо просто убрать один логотип и оставить вот по шесть. Шесть колонок оставить и будет хорошо. Компании, производители. И добавить ссылочку, посмотреть всех. Или добавить стрелки, если их очень много. То, чтобы листалось. Тогда у нас где-то линия какая-то совпадет. Одна линия, вторая, третья. Все будет по линии. Будет вообще шикарно. Тут вот тоже по линии не совпало. Берем и пододвигаем. Тут вот такой отступ большой какой-то. Значит, и здесь тоже хочется отодвинуть вот на такой большой классный воздушный отступ. Вот. Во, хорошо. И цвета не хватает? Да, там все такое цветное-цветное. А тут какое-то вот все оно такое черно-белое. Каких-то кратцок не хватает куда-нибудь. Цифры надо переносить. Очень длинная цифра, номер телефона превращается куда-то там еще в какую-то цифру. Как будто это тоже какой-то код. Надо написать, что ежедневно с 8 или звонить с 8, с 8.00 до 22.00. Вот это сделать не капсом. Режим блондинки выключаем. Делаем вот таким. Все это раздвигаем на 130%. Вот теперь мы точно понимаем, где у нас. Или не понимаем. Или понимаем беленьким, например. И 15 мелковат. Это телефон, это навигация. Это нужно отодвинуть. Значит, давайте мы здесь делаем через абзац. Да, через абзац. Отодвинем через абзац на 10, например. Эй, на 10. Вот так, в самый раз. Мы должны понимать, где навигация, где у нас что. Вот. И может ссылки попробовать по ховеру через печеньку сделать вот такими желтыми. Курсор добавить. А, у тебя там еще много страниц. Много страниц карточки переделаешь по этому образцу и будет классно. Тут у нас что, карточки тоже, тоже, тоже. Вот эта тень, я не знаю, я бы убрал эту тень. Мне, например, она фу-фу-фу. Так, тут поля, скорее всего, надо бы сделать беленькими. Какие-то серенькие, они какие-то не очень. А вот беленькие даже можно. А беленькие станут получше. Тут как-то сложно выглядит. Каких-то три формы. Вот эта корзина. Вот эта какая-то активная форма. Вот эта какая-то недоступная. Потому что она серенькая. Серенькая, недоступная. Как-то вот тут надо разобраться, что, куда. Почему-то две кнопки готовы оплатить. Сложно. Тут вернуться к корзине. Тут куда-то назад. Сложно. Еще вон расстояние разное. Тут такое расстояние. Тут вон какое. И размер, что ли, разный. 15. А тут вообще 11. 12. Сложно. Сложно. Вот это вот какой-то сложный блок. Очень сложно понять, что мне надо заполнять, чтобы купить мою Sony PlayStation. Куда мне надо обратиться. Куда. Классно получилось. Классно, классно. И вот теперь дракон классный. А то червячок какой-то. Не, не серьезно. Если было полезно, то поддержите. Вам не жалко, а мне приятно. Напишите в комментариях, а как же вы относитесь к контурным иконкам, на которые некоторые дизайнеры орут матом на весь Инстаграм. Скоро увидимся, услышимся. Вам пока. А я здесь постою еще секунд 10, пока вот эти ролики повисят. Еще секунд 5 постою и пойду пить воду. Вкусное? Все, пока.